На всякий случай. На всякий случай. Идет атака, но скорее для отвлечения внимания от экспанда. Бладмейдж вторым героем, но Хавк рассказывал про то, что последнее время... Ой, как же здесь гоблины взрываются, вы видели? Вот эти вот со сплэшем. Как раз Бладмейдж он практикует против эльфа в последнее время, потому что он гораздо более надежный герой в разных ситуациях. Ну, Клэп там поподрезали. Вот, Тинкер скорее берется тоже на перспективу Соникам, дабы переучиться на ракеты и перебивать Дрейн. Но сейчас, как мы видим... Блин, не хватает Дриад. Вот, Флэймстрайк пошел. Хавк здесь отбивается. Самое главное Сонику, конечно, тыкнуть Т3 вовремя, не завтыкать. Отменить Дриаду, тыкнуть Т3 и спокойно выходить во что-то более... Более надежное в лейте имеется в виду, потому что, очевидно, 4 вышки ты продавить не можешь. Соника не может отпустить, его в детстве уронили в чан с веселящими травмами. Да. Ну, в целом, я думаю, нормально. По 50 лимита, опять же. Просто Тинкера действительно нужно будет ближе к... Ну, когда лимиты будут... Опасно, опасно, все очень опасно. Ближе к таким более серьезным лимитам, к выходу, переучить... Слышь, быстрей, бежим на базу, на базу, на базу, зю! Переучить на ракеты для того, чтобы он больше пользы приносил. Привет, Бонник. Привет, Олдлорд. Вот, с одной стороны, хорошо, что... Очень много там пушек. Да. Очень много пушек. Сколько? Очень много. Ну, мы не сдаемся! Огромное количество пристов. Тинкер не готов. Делает грейд на Т3. Добавляет лорницу и выходит в медведи. Так. Крутится рядом. Поддавливаем. Обходит. Ахав, конечно же, стремится подкрепиться. Возможно, привет, нестарый. Стоит нанести удар по экспанду. Но, опять же, здесь четыре вышки. Где, где, где? Есть телепорт, ухошка. Скорее всего, придется его использовать, потому что пока он будет бежать, особенно под тут энтами и второй фактой, а он будет бежать, он потеряет, скорее всего, много рабочих. Уже минус один. Ну, робогоблины хорошо лупят. Смотрите, минус два, минус магас. Магас снова отстраивается. Минус три. И здесь тоже будет сплэш. Смотрите, взрыв хороший. Очень хорошо робогоблины бьет. И главное, Соник не улынет. То есть он вот это вот напряжение создает, агрессивно очень играет, и при этом не сильно рискует. То есть он вполне себе вроде как контролирует ситуацию. Хотя лимиты равные. Быстрее, быстрее, бежим, быстрее, быстрее. Рифла, 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 смотри. Быстрее, быстрее. Блин, так медленно реагирует на рифла. Быстрее бежим, бежим, бежим. Класс. Медведя ставить надо. Ставит медведя, молодец. Зарабогоблинов экспутают? Нет, только за факт. По-по-по-по-по-по. Проход, прохода. Бросаем ее. Комментарии запаздывают. Это ничего страшного. Вот. Зелит, привет. Пандура. Пандура. Третье. Улучшение на медведя-мастеров. Бегаем, 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 бегаем. Хавк снова крепится. И снова нападает Соник. Но здесь телепорт будет. Слишком далеко. Еще дальше бежать, чем в прошлый раз. Да, поэтому делает телепорт. О, здесь можно было посражаться. Представляете, с таким телепортом, со вторыми ракетами. Как было бы классно. Это Дримхак или как? Не-не-не, Дримхак у нас будет в четверг, друзья. В четверг в 19.00, кажется, игры начинаются. Это стандартный еженедельный турнир ЕСЛ Капы. Он там под номером 67. Призовой фон там 100 баксов. Это просто стандартный онлайновый турнир. Хавку удается, в отличие от Соника, немного бегать, а больше проводить время с пользой. То есть да, он постоянно вынужден телепортироваться, чтобы отбиться. Но при этом он лучше продвигается по уровню. А вот сейчас Сонику бы посражаться с ним. Такая армия несерьезная. Почему Соник... А, он не хочет под вышками, видимо, сражаться. Первое место получить 50 зеленых. Не, 100-100-100. Там только один приз, кажется. Фоги тут играет. На этом турнире, кажется, Фоги не было. Или он вылетел, но его уже нет в живых, в любом случае. Не останавливаемся, не останавливаемся, ребята. Сейчас посмотрим, был ли Фоги. Соник, Фог, Террор, Рейвен, Хэппи, Хафф. Не было Фоги. Не было. Может, Соника формы до сих пор нет? Да не, мы же видели тайминг формы, когда он ее делал. Светок лечения. Зря они переучиваются на ракеты. Наносит удар. Там опять телепорт есть. Ну, Хавк хочет Сониковскую... Ой, кстати, Химеры. Снова налом на пуску. Химеры и... Но здесь надо телепортировать Сонику. Потому что пока он будет убивать фермы и частично мейн. Он базу, что ли, отдает? Серьезно? Вот. Этого я не понял. Это был очень странный налом. Очень странный налом. Хавк сейфово телепортируется для того, чтобы просто... Ну, просто отбиться и все. Ну, а что так-то? Почему ты базу отдал? Сергей Зерк поддержал. Говорит, добрый вечер. Спасибо за стрим и респект Сонику. За позитив. И он, конечно... Давайте посмотрим. Я хочу на лицо его хотя бы немножко посмотреть. А задачи немного. Так. Мне кажется, у него все нормально вообще. Роба, мана. Лечит ферриком. Базу надо восстанавливать в любом случае. А, у него телепорта не было. Это очень плохо. Ну, тогда вопрос, как так. Ой, какая позиция. Все под Близзардом. Флеймстрайком. Феррики вешаются. Хавк отступает от ферриков. Пытается... Соник подрезать рифлов. Опять флеймстрайк дикий. Не контрит мана Дрейн. Ну, это конечный. Здесь ничего не сделать. Убивает двух рифлов, но... Тут все настолько красное, что еще пара прокастов, и все закончится у Соника. Соник, это просто, сука, имба. Так надо ракеты брать, и все. Просто имба. Посмотрите, как оно херячит, я. Просто, сука, имба вонючая. Жалко. Но Соник проигрывает. Хотя катка была неплохая. И то, и то, и то. И то. Что-то мне не получается сообщение отправиться. А как бы еще не позвать, ничего, я бы купил, было бы нормально. Было бы нормально. Было бы нормально. Заходим в следующее. Мне кажется, Сонику пофиг на 100 баксов, он просто получает кайф. Да-да-да, я думаю, что большинство участников не... Что-то у меня, кажется, проблемы с коннектом. Опа-на! Вот эта публика к нам сошла. Это про меня, кажется. Чуть ли не золотой армофон, как говорится. Миша, скачай карту. Лагает. Да-да. Мы не стартанем. Позадничал, ТП не купил внизу, если бы нормально напал бы, отбил бы свою базу, он бы сделал... Да что ж такое, у меня Enter не работает. И клавиши не работают на компе. А мы пожадничали, короче, не сдали ТП, бегали, веселились, вообще-то настроили, и при этом в этом мы ничего не можем делать. Соколик майнит опять. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Мишка написал, Мишка написал, Мишка написал, Мишка написал, Мишка написал, что не зайдет, да он безмашки. Так, где тут у нас мэпс? Есть мэпс. Гоу, 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 гоу. Стартание игру в ладрии, отмени карты скачаются. А-а-а. Я просто обновил Warcraft Champions на самом деле. Да, Мишки разваливаются. Как не крути, как не крути, как не крути, ты не крути, ты не крути, ты не крути, тити, 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 ты не крути серьезный замес мы поставим нового героя ладно смотрим в общем немножко qr-код мешает но ничего он сильно соника не загораживает поехали а он будет играть через пит лорда и панду мы это проходили уже то есть он он играл таким образом простить мистера вина на лане он такой же он постоянно такой же ну иногда менее разговорчивый но иногда больше иногда меньше и я не знаю что я не знаю что влияет на степень его общительности так скажем дети мои дети мои виспы мои виспы вы здесь виспы я вас не слышу я виспы можно реально что-то принял это может и принял фаза луны может быть влево побежит виспы вы где виспы виспы преимущество нейтрального героя в том что вы можете барак ставить чуть ли не первым виспом вам не нужно так рано ставить не нужно так рано ставить алтарь и можно ну что ты делаешь ну не пытается меня обмануть заливает минус один рабочий задиспейл неплохо куда ты льешь что ты делаешь ну блин у соник короче начинает крепится нормально не даст не даст тебе надо посмотреть как крема кастил от лица соника игру против мистера виннера соник там просто встал и ушел посреди катки я видел это я видел ту же самую игру только ты смотрел рема почему-то они нас нормально нормально что там такое там предмет какие-то или что арчу отдашь сейчас она контролил а какие же наркоманские на стратегии просто но спит лордом каши не сваришь это нет не тот герой который которому во первых дадут покачаться нет фэнтезисторм пока не будет ютуба зависит от того будет для аспирант или кстати если у кого-то есть вариант ну то есть рекомендация как а я понял кажется у нас тема в проблема в том что там какие-то ход ки были в этом warcraft и чемпионс включены там во втором полуфинале лимит виверн заставляет потеть император а можно ссылочку пожалуйста потому что но соник это весело но если там император начинает потеть это прям интригует виверны опасны ну хэппич должен все равно расконтролить не пытайся меня обмануть здесь сложно будет соника давайте глянем что хэппи а с кем он играет а старшейп там минус дестер нюкает сахун сахай еле-еле уходит так еле-еле прям еле-еле слушайте реально тут виверн уже 60 60 плюс лимита и лоб хэппича под qr-кодом как вы видите хорош стом от старт шейп то виверность то 3 да ладно старт шейп здесь что еще минус гуль что а там экспант есть рано и давайте это посмотрим во первых я бы поставил вот так вот бобра повыше чтобы дмитрия не это самый не прикрывать сильно или нет давайте лучше чатик повыше 1x bet перри перекроем потому что ставки это зло так вот приблизительно короче убил убил гулю убил всех околитов почти кроме одного и кого-то потерял на 43 лимита старшейп я если честно вообще не верил в то что там в верхней части сетки кто-то может хэппичу что-то сделать тем более старшейп кажется сам в интервью не совсем недавно говорил что опа сейчас будет момент у минус минус финг минус телепорт и сейчас можно докрепить не менее это это может быть конечное для императора что спасибо в сейня за за ссылочку хэппич сохраняет невозмутимость высших сразу миллион ставит здесь у уууууу форсир 5 волки 3 гга пишет хэппи что что Что? О, ты же сам спорил недавно с Плизом на деньги. Это же то же самое. Нет, это не то же самое. Я думаю, что когда ты споришь, особенно со знакомым, без других участников и без посредника, который забирает себе процент, это более честный способ. Но учитывая то, что у тебя никнейм 1xbet и спорт, думаю, что ты можешь быть связан с этой конторой. Не, я не против ставочек, это весело. Просто... Старшейп там очень сильно хорасил форсиром. Орки его слабое место. Ну, орки-то слабое место, но не Старшейп, правильно? Посмотрели. Ничего, ничего, нормально. Соника верни. Кстати, надо посмотреть, вдруг там у Соника развязка. Да, он взял панду вторую. Соник, быстрей, быстрей! Быстрей! Соник! Толя! Толя! Соник, конечно, безумец, просто безумец. А кто говорил, что у него 4 высших, это правда? Я ничему не удивлюсь. Что-то у меня панда 3-3, я супербыстро набил, как так? Турин, кажется, у них есть лицензия. То есть, то ли у ставки, то ли у 1xbet есть лицензия. Да, Свиня, я в курсе. Бобриков, добрик, посмотрим, что у нас по времени будет. Но страдает сейчас Соник. У него с ресурсами беда, у него герои такие уже страдающие тоже. Очень странный лимит. Бладмейдж, который будет контрить все, что есть у Соника. Где дисполные элементали? Элемов трое, отряды идут вперед, отдаются. Эта битва может стать последним для Соника вообще. Но он не контролит здесь нормально, увы. Много теряет, все. Видите, снова элементаль. Подряды уже пустые. Он парочку отдал. Две без... Четыре высших. Маскоты, Масмедведи, Масарчи, Масталоны. Неплохо. Вобла говорит, я взял три, на четвертую не хватило. Озвучь свою сладкую просьбу. Да. Озвучь свою сладкую просьбу. У 1х ставки есть лицензия, чтобы там играть, нужно подрубить мои документы или идентификаторы личности. Там все жестко. Насколько я знаю, там до 18 нельзя. Вот 1х бет можно. Там никаких документов не требуется. Угу. Понятно. Так, ну что там у нас у Хапача? Одну минуту просит. Старшейп. Ну, Старшейп на рандоме же получается, да? На рандоме за арков взял первую катку у Императора. Это невероятно. Пошла игра. Там потихонечку у нас есть еще, я думаю, пару минут. Пока. Пока. А, сейчас он не на рандоме орком был. А сейчас вторую игру он поставил какую расу, кто-нибудь видел? Хэппи там раскликивается. Орк. Спасибо, Бистэдди. Орик Таар, здравствуй. Да, прессует Соника, бедолагу. Плюс там еще база ставится. Сонику нужно сейчас активничать. Вот эти вот 60 свои лимиты реализовывать. Если расконтролит хорошо, прям, ну даже не хорошо, а нужно ему отлично расконтролить. То шансы есть. Но хавки, я думаю, не будет особо аркадить. Куда медведь сначала пошел, а? Пока все дошли, медведь почти полностью гуф. Понимаете? АМШа неплохая. Диспол не... Вины пары дыхания минус код. Сейчас будет ману высасывать. Флеймстрайк. Пытается спастись. Нет, тут не расконтролились, к сожалению. Сонику... Да, дышит. Заставляет человека отступить. Скорее всего, там есть второй свиток. Лечение. И вот эта позиция дикая. Хотя Бладмейдж... Диспол, 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 диспол. Не, может быть, может быть и получится. Смотрите-ка. Архмак телепортируется. Если бы сразу втыкнул в Бладмейджа, убил бы Бладмейджа. Ошибка. Минус 6 лимита. По-быстрому убить в вышке. Пока он там лечится. Дыхание. Накопить на Рейну Фаер. Во, отлично. Вот так можно. Сейчас минус добыча на экспе. Подкрепы из новых медведей. Перебить регенерацию и отступить для того, чтобы... Не дайте меня обмануть. И ставит. Нет, здесь интрига хорошая в игре. Ну куда ты? Ну что ты? Не впечатляет. Ну, побежали. Отступает. А что там у Хапача? У Хапача Старшейп, который выиграл на первой карте. И который взял также Оркой и первого Фарсира. Какая там интрига. Видно, что он фанится. Не, он играет по стандарту на этой карте через Петлорда и Панду. Это у него стратегия такая. Нед говорит, предлагаю досмотреть Соника, так как косвенно все будет предсказуемо. Ну, ты в курсе, что он уже проиграл на первой карте? Предсказуемый ты наш, Нед. Ну. Маврик. Можно Соника посмотреть, пока у Хапача начало. Задиспелили. Сейчас опять будет мана Дрейн. Дыхание хорошее. Петлорд страдает. Медведи горят. Слушайте, а хорошо здесь у Соника получается. Чтоб он послал кого-нибудь на экспант. Просто там Дрятку или одного медведя. Чисто чтобы... Блин, нифига себе, как Соник тут давит. Выкручивается. Не аргумент, его в Хоге катал, потому что закончилось 3-2. Понятно, Нед. Ну, нет, так нет. Сейчас еще минус райфл будет. Достал, молодец. Ну, на экспант отправляю Дриадочек. Просто это можно было сделать параллельно у тебя. Ну, одного хотя бы юнита. Для того, чтобы... А, нет, не получилось бы. Там вышки стоят. Нет, здесь Хавк не отпустит, скорее всего. Смотрим, что у Хапача. Фух. Я пропустил начало-середину прошлой игры. Поэтому не знаю, как... Когда он успел там орк поставить экспант. Во что он играл. Ну, как... Как он переходил в Виверн. Потому что, очевидно, ты стартовать с Виверна ты особо не можешь. Добивает одного Хедхантера. Рейнджика вторым героем. То же самое было у Хэпича и в прошлый раз. То есть, Рейнджика была вторая. Ну, типа для скелетов, для фокуса хорошего. Ага. Но на этот раз, видите, экспант, который, понятно, по какому таймингу, видимо, и в прошлое был поставлен. Строго Хапач пошел в... с парой героев всего лишь отменять его и отменил. В матче с Хэппи все понятно. Из двоих победит только... Только один. Да-да-да. И это не эльф. И не хуман. Мне кажется, что там была проблема с разведкой в прошлый раз. То есть, Хапача, возможно, просто не ожидал. Не ожидал эксп. Потому что сделать внезапно там такой лимит Виверн с Т3 это надо прям очень сильно постараться. Они же не дешевые. С одной базы Т70 лимита так просто не сделаешь. Особенно играя против такого агрессивного товарища. Вот. Поэтому... Поэтому... Давайте глянем, что у Соника. Он тут бегает, у него есть экспант, у Хавка тоже есть экспант. Это второй полуфинал. То есть сейчас Старшейп играет с Хапачом в первом полуфинале, а в втором полуфинале Хавк с Соник. Все стандартно, только Фогича не хватает в этой, но на данном турнире на этой неделе участия не принимает. Вот. В целом с пандой, качаной и питлордом можно даже и тыкнуть в экспант. Ну, просто тыкнуть в экспант. Залить слэш сдуть рабов и все. Это неплохая опция, на мой взгляд. Так, кажется, и собирается сделать. Видите, заливка сразу... Нет, телепорт не дает это сделать Хавк. Телепорт не агрессивный, но сражаться без, без там дракончиков готовых с лимитом 70 не может. Давайте, будет адекватным, к сожалению, к счастью, шансы поступать адекватно. Имеет только Фогич, я не скучаю форс-мажоров. Шейнер доказывает правила. Снова попытка поставить базу у Старшепта не увенчалась успехом. Хорошая разведка. Привет, беляк. Здравствуй, Тараск ТВ. Что бы это не значило. Легкий штурм уйдет, минус алтарь, неприятно, но поправимо. А магазин уже опаснее, потому что в магазе на Т3 арбу можно взять. Но с рейнджеркой и с декой я думаю может быть даже не стоило двух хэдхантеров отдавать на это дело. Енот рядышком. Это нормальный енот? А, это енот под хексом. Понятно. Ну и другая стратегия у Старшипта. Давайте посмотрим, что у Соника. Ой, Соник постражался как-то. Я не знаю, не знаю, насколько удачно. В целом, он лимит сохранил, на телепорте ушел, герой битый, рейнджерку взял. Рейнджерка, скорее всего, с салом. То есть, рейнджерка бралась исключительно для того, чтобы дрейн убирать. Ну и там Близзард, Флеймстрайк пытаться затыкать. Она, конечно, диспелится, но самое заклинание в процессе ты можешь отменить. И в этом ее плюс. Но я больше за тинкера, конечно, топлю, чем за рейнджерку. Может, он-то не диспелится. Ее еще урон наносит. Так, в это время идет размен. Вижу трубчик. Ох, красиво окружил Сыху. Четырьмя скелетами. Вообще изи. И Сыха тут пропивает бутылку, чайник. Минус финт, минус обсидианка. Передаю телепорт Сыхе. Странно, что не удалось, что Старшей при этом не кинул нормальную сетку в финдов, которые были наверху. У нее же есть финды наверху, правильно? Так, давайте сейчас к битве Соника. У-у-у-у. Как же Соник любит своих заливать. Ё-моё. А-а-а, у него минус эксп. Вот, что произошло здесь. Здесь есть проблема. Хочется ему пятый уровень получить, потому что панды чуть-чуть не до пятая. И петлор чуть-чуть не до пятой. Но видимо было сражение за экспант, которое Соник может быть не проиграл, но в результате этого сражения. Но экспант его надал. Дивей, тоже еще один товарищ Беляк Щегол пришел. Добро пожаловать. Мы сейчас смотрим урывками два параллельно идущих полуфинала. Сражается сейчас на ваших глазах Хэпич против Старшейпта. Старшейпт выбрал Орка и затащил на первой карте. Но я видел только концовку. Вот. Как такое произошло не знаю. Не хотелось бы узнать. Во втором полуфинале параллельно повторюсь играет Соник против Хавка. Хавк уже ведет 1-0. И в данной игре у него на мой взгляд тоже преимущество. Фальк привет. Твои ставки какой финал увидим? Это будет Хэпи против Хавка. Что там телепортируется или портируется понял. В целом из-за того что деревья эльфов это та еще халяла да и красную точку сейчас заберет. Надо только серьезно вот так вот даже. Да я как раз хотел сказать что надо увести рейнджерку. Да ладно ты бы успел слышишь? Почему не убил? Красный отдает. Вроде успевал с таким количеством медведей справиться. Да орка здесь экспант. у Соника намечается серьезный этот серьезный лайтгейм. Хапач следит за армией орка пытается поставить самостоятельный экспант. А из-за чего в некоторых случаях хэпти приезжает камерная секунда обычно где-то на старте карты случаются? Я думаю что это какая-то привычка просто не вижу я не знаю зачем это нужно делать есть редкие исключения когда тебе необходимо увидеть там точнее не увидеть а иметь возможность тыкнуть по герою о лич нет нас не интересует лич нет нас не интересует лич а он бежит на экспант все правильно хапач делает диспл дестройером чтобы скролл спид убрать но шахта от такого количества рейдеров конечно же уйдет только надо телепортироваться было раньше старшейп чтобы с меньшей вероятностью потерять рейдеров биокэт говорит одна и та же карта и в параллельных вселенных две разборки это да это да у соника убили экспант в правом нижнем углу за красную будут сражаться ресурсов у него нет блин любопытно любопытно вот я не знаю что смотреть тут везде бывают у соника вроде напряженный момент потому что вроде как 80 лимита красная точка как провокатор что никто отсюда уходить не будет и мейн закончился вообще наверное ну хотелось бы убить этого этого красного бы наверху он не особо ооо давай 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 ну 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 нет нет как же близзард охлаждает всю армию флейм страйк соник пытается ворваться вертолетов очень много сейчас раскатить можно гиппогрифы как же он своих заливает не щадит ни своих ни чужих черт и там катка сражение и там сражение давайте краем глаза здесь посмотрю появляется первая виверная старт шейпта но в целом у него ситуация здесь не очень хорошая лайтинг щелд на финда диспо на этих хотя не понимаю что происходит 52 лимита у хапача визуально старт шейпта может быть и чуть-чуть больше но это не столь принципиально он здесь все равно с хэппич разменивается в ну достойно короче говоря убивает вражеских рейдеров и диспелит отлично вообще финдов добивает рейдеров окружая параллельно унитов классно вообще работает но игра там тоже напряженная уже уже лейт глубокий такой а здесь какая заливка вот соник уже в который раз своих бедных медведей rain of fire просто ушатывает маг еле-еле выживает на свитке лечения или на бутылке я уж не знаю на чем он там выживает сайленс пошел а питлорд не уйдет ведь ух какая там какое дыхание вы видели там где-то шесть вертолетиков у рейнджика правда падает питлорда тоже могут вполне перехватить красная точка подставляется блин мажет соник конечно мажет не доконтроливает и здесь он не может сражаться за красную хотя архмага можно убить вообще что инвол там есть да инвол это проблема так а в это время здесь что здесь первые виверны ну как не первые уже но мало их мало из-за того что порастерял хэпич их что стреж героя соника это его стандарт на данной карте по крайней мере питлорд плюс плюс панда соник каким-то образом все равно сохранил 80 лимита то есть он рейнджер потерял но лимит сохранил и шансы у него до сих пор есть у хапача стоит экспант здесь мы видим тоурена в качестве третьего виверны с ядом старшейп то одна база по крайней мере из тех что о которых известно дмитрий перекладывает заметили в инвентаре инвул в правый верхний угол скорее всего эти бутылки у него у всех героев находятся в одном и том же месте покупает себе лечу когти подъезд бы лечом скелетом 69 лимита ну на этот раз орка нет этого дэвсбола так называемого из виверн с ядом ну да их становится больше но их апача тоже много видите 70 лимита в это время соник сражается с диким лимитом флеймстрайк близзард ё-моё заливка как же он петлорда идеально почти убрал дыхание топовое было там все кастеры красные заливает петлордом там кастеры умирают там не показывают но они умирают и еще ой какой близзард какой флеймстрайк сайланс рейнджер к третья все красная ухавка нельзя здесь находиться сейчас все медведи сдохнут как они как они как они ооо ой как как ооо сало блатмейдж застрял медведи на один близзард у медведей минус один минус второй минус третий минус четвертый сейчас будет пытался убить ух какая грязь 56 лимита там так развалился а в это время хэппич сражается старшейп там 75 лимита у дмитрия все нормально это скорее всего 1-1 стайкориум говорит кто тоже ничего не понимает но смотрит а у меня такая же такое же ощущение иногда даже смотря одну игру ты пропускаешь вещи а тут как бы они играют на одной и той же ой какой какой косяк виверн 9 штук они играют на той на одной и той же карте но разные как бы матчапы вообще разные расы причем все 4 расы сейчас представлены в этих двух матчах сайланс шикарный у таурена минус финт виверн дэвбол настоящий вот против такого количества виверн крайне сложно контролить потому что такое количество урона влетает сразу минус виверна тыкает влеча инвол улеча не хватает свитка причем старшейп не хватает свитка хэпич делает свиток убивает кодо убивает виверну еще одну диспеллет классно 2 лвлапа получает да разваливается старшейп начал он эту битву неплохо если не считать если не считать сайланс на таурена хоть и на первого но его стомпы особенно важны на старте все и виверны дорогущий юнит и жирный по экспе уже ты не сможешь отстроить падает сх это 100% 1-1 по-другому не получится год godfather булан поддержал говорит 10 из 10 стрим так а тут тут все окей давайте давайте сонику 67 лимита так я попробую свою плохую бросьбу попробую в игру зайти это ненадежно плюс у меня там уже что стартанули быстро они окей пофиг за турнир это онлайновый турнир ESL нестандартный который каждый понедельник проходит у хавка возможно тоже проблемы с золотом потому что потому что он экспант гораздо раньше чем соник поставил и тот должен уже постепенно заканчиваться из инвиза архмак выходит делает да соник заряжен мы начали просмотр сегодня ну начали трансляцию с просмотра сейчас погромче его сделаю с просмотра соника неподражаемого Салазар привет как же как же страдают все от этого Близзарда и Флеймстрайка он рвется к победе кто это кто это какой красавчик и тут иду на таран бесподобно панда прорывается кастером вы видели что с кастерами там произошло блудмейдж страдает заливка инвиз сейчас дыхание можно убить минусы кастеры Соник побеждает Хавк Феникс но нет он телепорт делает о господи он тапнулся шестая уже панда почти шестой питлорд и здесь можно здесь можно получить на рабочих шестой уровень Соника прет но тут Феникса можно убить смотрите да получилось жалко что экспу не дали вообще за это яйцо фениксовское дают очень много экспы не помню какой счет у Соника один-один у него с Хавком это когда-нибудь закончится до конца массовый телепорт пошел сейчас вот шестой будет питлорд и на этом в Хавк может выйти потому что в лейте питлорд очень полезен из-за того что ты просто не можешь никаких юнитов спокойно использовать как только ты встречаешь питлорда он так же он так же как и алхимик просто обрекает юнита на верный смерть и пошел телепорт на экспант пытается отвлечь Хошк и рабочие здесь бегают в разные стороны опасно 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 как давит как давит и с массовым телепортом может конечно Хавк развлекать и мы решили просто так как бы к нам пришла идея наконец-то ага стафануть рейнджерку и прекратить это все правильно давай 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 от алхимика кстати спасает стаф от этого ничто почему сайленсник встанул второй раз лег был до кд все своих заливать какой мужчина до конца клаточку и это и это 6 увидел 6 уровень практически висп говорят но это база надо отменять все таки смотрите смотрите тактически тактически будет да смотрите смотрите 6 это такой сайленс не хватает пристал успел подрезать это ггшечка это уже точно ггшечка это муховка лимита где-то победа будет за нами come on никакие юниты тут не спасут сайленс хороший винный бедный блог сейчас сдует сдал именно сархмаг 11 хорош так мы идем на третью решающую игру старшейп против хэппи но будем заглядывать конечно же к сонику и в результате вот этих двух полуфиналов мы мы поймем кто с кем будет играть в финале естественно если победит хапач я думаю интриги маловато но то что даже старшейп подбирается к императору это ну иногда вот катку берет это очень должно настораживать потому что здесь в отличие от там каких-нибудь корейских китайских орков товарищ по исполнению значительно хуже и ну и при этом нет негатива от пинга какого-либо то есть когда или если хапачу придется играть с тем же самым линчанским фокусом или флаем то будут точно проблемы ну это следствие того что у нас орков мало тренироваться не с кем кликает очень хорошо пошла нифига себе старшейп наглые врывается врывается старшейп возможно зря потому что по нему еще стреляют стреляют нейтралы и здесь он явно никого не убивает то есть тут будет минус рейдер минус хэдхантер возможно минус сэха убийц учитывая ситуацию кого-то из из юнитов вряд ли получится сэху хорошо попытались нюкнуть но у него оказывается была бы толка большая сейчас он отступает но есть новая улича и что телепорт вот что а почему типа чтобы тележку не отдать в такой ситуации ничего в себе спасибо лосенок я чуть позже посмотрю открою там параллельно что-то там о мышечка красиво logitech 920 кажется камера у тебя хорошее уйдет ли вообще саха или нет хорошая сетка нет starshape определенно удивляет своим уровнем игры там перерыв я попробую зайти к хавку пока что вдруг у меня карта будет да будет ну оставлю здесь просто игру насмотрим хапачам аспиран да локалку я делаю youtube не поднимается говорит ну я мне сказали уже да подпушивает аааа и starshape пошел в раз в размен учитывая что у хапача нет телепорта может быть это и правильная тема интересно Дестройера поднимает. Как же он грамотно отбивается. Основная армия возвращается. Но... Успеет, скорее всего. Успеет. Аколиты работают. Лечение. Минус рейдер. Я думаю, что здесь Старшейп оверкоммитится. Да, и он понимает, что он оверкоммитится. Телепорт. Попытка штрафануть двух гулей, которые тут... Но в целом было очень много сил, маны, здоровья вложено в этот развод. И я думаю, что сейчас Старшейп не сможет сдюжить контратаку Хапача. Вот в чем дело. Просто не сможет. Поэтому он пытается избежать сражения. Хэппи понимает, что его будет пытаться орк разводить. И, соответственно, выводит... Чинит Аколитами заранее свой мейн. Шоп не убили. Али Жака, спасибо тебе за 18 месяцев. Переподписки. Там параллельно стартанула игра. Третье решающая. Соник Хавк. Да, и Старшейп, как вы видите, здесь не справляется. Падает большое количество юнитов. Недоконтроливает Старшейп. Теряет трех рейдеров, двух... Двух хэдхантеров. Ну, он контролил вот здесь. Пытался отстрелить гулей, убить рейнджерку. А рейнджер, скорее всего, уйдет даже. Отлично убегает на последних хитах. Койлом спасает... Ну, восстанавливает почти все здоровье. И, ну, это конечное для Старшейп. Четкие атаки, четкие контратаки от Хапачо. Отлично защитился. От разводов. И сейчас должен наказать экспанд. Ему важно не давать поставить вышки, потому что они уже, как вы видели, с грейдом на бетон. И... Если они достроятся, будет гораздо сложнее их убить. Вот. Но сейчас уже полный контроль на стороне Хэппи. Все нормально. Героев он изрядно подкачал на всех этих многочисленных орковских юнитах. Экономики у противника нет. Ну, то есть, у него есть одна база основная. А экспанд, даже то, что он несчастный принес, это не окупило даже постройку самого экспанда. Не говоря уже, да, GG, старшейп. Чудо не произошло. Карту отжал первую. Но потом, увы, никак. Давайте я поставлю комментарии Соника. Но буду смотреть игру... Это... Замечательный контент. Потому что мы сможем с вами... Сейчас еще Warcraft 3 Booster перезапущу. Если он словится, то будет совсем прекрасно. Тогда мы будем смотреть игру и будем видеть обоих, но слушать с небольшой паузой, с небольшим запозданием комментарий самого Соника. Вот. Открутился Booster. Отлично. Все. И победитель этого матча, кстати, счет 1-1. Не забываем. Будет играть с Хэппичем в финале. За 100 баксов. Ну или за 100 евро. Стандартный приз. Архмаг первым героем. Здесь козел. Соник пытается... Да, успел задиспелить. Очень красиво задиспелился... Вдиспелился Висп. Эскап, да? Я в курсе, конечно. Я поэтому и оставил его. Обратите внимание, что Хавк не спешит ставить эксп. Действует очень аккуратненько. Но это необходимо против козла на такой карте. А Соник, кажется, халявит. Сразу халявит. О-о-о-о-о. Будет ли разведка со стороны Хошка? Артефакты за... Артефакты что? Да нет, артефакты нормальностью. Обратите внимание, что в игре видны все артефакты и у одного, и у второго. А вандры. Там не так крупно, но все равно весьма различимо. Хотя я могу себя перенести. Погнали. Все-таки идет ставить экспо И Соник очень хорошо реагирует То есть у него разведка прям мега четкая Даже без пожалка из-за сетки Но в целом В целом получается Что у Соника экспант Он построится почти так же Как и хумановский С учетом даже Ай, увидели козла Хотел он оббежать Чтобы к рабочим прорваться, не позволят Добивают Получает третий уровень здесь Соник Но не ясно что делать Третий козел Прикопку ты сделать не можешь Потому что есть жест лесных троллей Пытается иллюзий Отвлечь внимание Прорваться Видимо здесь энты пойдут сейчас Вторые энты И попытка убить рабочих Вызывает трех энтов Начиная там наносить урон Но при правильном контроле здесь вообще никак не убить Есть диспл Есть лечение Козлик даже немножко Не прав В том, что Подставился под мага Наполучал То есть вот эта атака С целью убийства рабочих Ни к чему не привела Хорошему для Соника Ой-ой-ой Да Что такое Что случилось в наших лесах Скорее всего персонал Какого-то купит Ну видишь что рядом Да После телепортации Ну надо же как-то еще свою базу отбивать Правильно он пошел меняться он пошел на вражеская возможно это ошибка а потому что вот эта армия быстрее убьет зря они это хавк ведется оу это очень странный момент я вас даже сказал интимный потому что хавк ценой всех рабочих и вышки мог убить эльфа экспант серёга способен обыграть дмитрия прецеденты бывали бывали но крайне редко я думаю них там статистика 93 на 7 процентов такой twin rate поэтому я думаю это крайне маловероятно хавк отлично под подкрепился пробегает на пофиг козел как раз целью с целью подхарасить опять рабочих что проход какой проход ну диспал диспал минус энд минус энд только экспо отдает хотя сейчас убьет как минимум одного жрица лесных троллей и четвертый архмак уже посмотрим больше интриги естественно в этом матче магазин достраивается но выигрывает совсем немного времени тут попытки с пандой похарасить эссентами но смогут ли арчи в пятером отбиться от такой вот армии сюда нужно двух а то и трех виспов сбагривать сразу было у foot of defense есть уже есть пандарийский без маны но крушит ломает вышки не готовы рабочих очень много падает арча я слышал крики до поздновато диспалит и арчей тут ушатывает они не успевают движать до мануэлов соник до у соник закупает голема со слоу но хавку выкупает ogre громил очень хорошая подспорье арчи умирают почти все на базе не могут они здесь отбиться мне как и достраивается две гордовские вышки в результате вот эти вот две агрессии одновременные перевели к тому что хавк добился своего что он отбился на xp и при этом пропушил основную армию соника вместе с его экономикой как следствие у соника во первых минус магазин минус пять арчей минус виспы на лесе большая часть из них была за дисплей на вручную но тем не менее 700 золота на 80 леса это плохо здесь нужно пачку же виспов заказывать на экспанде вот он и делает но это уже попытки исправить хреновую ситуацию так скажем потому что хавк судя по всему здесь обосновался надолго и когда у него появится 5 архмак тебя больше же скоро будет совсем тяжело отбиваться а появится он спустя тут пару виспов пандориски возвращается архмак пытался виспа добить для того чтобы получить получить как раз 5 что даже несмотря на наличие там 1 2 ряд 3 элементали могут выстоять все 5 архмак вызывает алема 850 хитов все оболишь снимает три сотни если правильно помню а у архмага нет телепорта что а я яй-яй-яй-яй-яй сейчас соника надо посмотреть смотрите смотрите а это снова ты убьет не убьет архмаг живой архмаг живой козел не очень 19 хитов минус козел телепорт не прожал блин вот это конечно соник соник страдает так у нас еще спб спрут кстати может быть это спрут тот самый компьютерный клуб из санкт-петербурга помните был такой крупный известный там столько к турниру было в спруте но здесь он просто беляк естественно очень сложно сейчас соника будет я просто с челик из спб челик челик не я не тот самый спрут ник сам выберешься помочь да ой а помните у нас на старом сайте был раздел с клубами ой там такая концепция была классная там нас столько клубов было добавлено с информацией о них уууу можно было в турнирах добавлять место проведения клуб ууууууууууа там были века вебы всякие прочее а вася добро беляк привет да у нас последнее время очень много беляков регица приходит главным образом с ютуба добро пожаловать тут сони к сожалению у нас Проигрывает, к сожалению Я включу звуки, чтобы послушать его Но он может Ой, какое дыхание хорошее Ай, ну почему-то не пробил этих двух несчастных футменов Сейчас бы еще экспы У Хавка лимит такой же, но он Старается просто подкопить деньги перед выходом из лимита А выходить из лимита он хочет на третьем тире То есть он достроит кассл И вместе со стандартными какими-то там Не знаю, рыцарями, мортирами и паладином Будет разом выходить из лимита Это очень эффективная штука, потому что Ну на Т3 появляются юниты, которые Которые работают лучше, чем предыдущие Чаще всего Ну если это стандартный футмен Следующий это конь, да Хантреска, Медведь, Гран Таурен Всегда есть апгрейд какой-то соответствующий Вот И происходит это все дело синхронно То есть тебе желательно бы сидеть на лимите 50 Не тратить деньги Но для того, чтобы не умереть от противника Или чтобы он не получал преимущество на криппинге Ты ограниченными силами Пытаешься его занять То есть у тебя вот есть этот лимит 50 Как правило не очень эффективный Не продвинутый технологически Но способный по крайней мере Начать там рубить Там здание на базе Ой, асперант еще там Беликам подписки презентует Спасибо большое Вот И Да, Хавк действует Именно по этой теме Видите, сейчас берет Паладина Заказывает коня Выходит таким образом Из лимита У нее 56 Странно, что на 60 Немножко завтыкал с фермами Которые можно было построить Сильно заранее И Ой, здесь просто Дриады бегут Отдаются Просто бегут Отдаются Сквозь элементарий Минус 2 дриады Пока бежали 3 дриады умерло Врыв Вообще Сомнительный То есть Совсем 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 И без телепорта А нет, телепорт есть у панды Надо телепортироваться Козла могут убить Как же он тянет С телепортом Господи, как же ты Он не будет Топошиться Он побежит Пешкарусом Да, 2000 голды На 100 леса Это не очень хорошо Но вполне вероятно У него все рассчитано Я про то, что Он уже заказал Дорогостоящие вещи Он уже заказал Паладину Он уже заказал Картечь И дальше ему Ну, пропорция будет Нормально так сохраняться Не то, чтобы 1 к 10 Но в целом Где-то 10 к 2 5 к 1 Не совсем Но терпимо Терпимо Можно еще Мортирки, правда Требовательны К лесу То ли 60 То ли 70 Стоит Вот Ну, да Я согласен Что на Animal Training Например Не хватает Интересный момент Я бы назвал Интимным Особенно для Паладина Потому что Он сейчас может Он качает диван А, он прожимает Инвул Он не качает диван У него прокачано Лечение уже И Соник отгоняет Противника Соник отгоняет Хавка От красной точки Это очень важный момент Что вы помните Что Артефакты Которые могут Выпасть из красной Даже с учетом Того, что Фиксанули ауры Все равно На хороших лимитах Дают ощутимее эффект Чем Что бы то ни было Другое 59 на 60 Запасы у того и другого Есть И у того и другого Проблемы с лесом Хошек пытается Выманить Нейтралов И собственно Возможно Стоило здесь Их окружить Но это Ой Как же тормозит Соник Ё-моё Стоит просто ждет Нет врыва Никакого Можно было Кинуть дыхание Пары Там поздувать Все к чертовой бабушке Демон Хантер Третьим героем Неплохо Да Сейчас приходится Доедать просто Все что осталось От этой красной А у Соника Ультравижна нет Это косяк И первый играет на атаку Только сейчас идет Тем не менее Его можно понять Его харасили У него проблемы с лесом И вот эти вот вещи Которые даже базово Стоят дерево Они откладываются В угоду Тому же самому Демон Хантеру Или Грейда На медведей Вот Но А Хавк уже вроде Стабилизировал ситуацию По лесу Идет очень какая-то Опасная Взаимная агрессия Хантер Схолл С единственным Грейдом На атаку падает У Хавка Грейда 1-1 У Соника По нулям При этом Соник Без телепорта Он делает персоналку Для того Чтобы видимо Степешиться И отбиться Потому что Если он этого не сделает А Кипер-то у него Кукует Кипер 2 медведя Не в лимите Сейчас Если начнется битва А Хавк может Быстро оценить ситуацию И понять Ой какой там Блин Сразу Залп Подрядом Минус Дрядки Минус Отмена была Этого Флэймстрайка У Бладмейджа Но в целом Ситуация здесь Очень хорошая Для Хавка Не вся армия Соника Синхронно Начала сражаться Элементали Долгое время Жили Дрядки Не подиспелили И Соник Я слышу Там крихтит На заднем плане Стало быть Ну тяжело ему Тяжело справляться 58 лимит На 79 Преимущество Очевидное У Хошка И Ну Вот Все Демон Хантер На последних Хитах улетает Манда без маны Тоже уже никакая Кипр ничего сделать Не может Я переключаюсь На Соника Для того чтобы Послушать его комментарии По этому поводу Там уже Ливнул он из игры Но Здесь пока еще Давай ГГ Неудачный ТП Неудачный ТП Это в точку Это Это правильный анализ На мой взгляд Вот Такой момент Интимный Очень не расстроился Но в целом Философски надо подходить К турниру В котором призовой фонд 100 баксов И Регулярный Играет Хэппи Который тащит Там 90 плюс Процентов Этих всех турниров То есть Даже если ты сейчас Обыгрываешь Снова 2-1 Снова 2-1 Снова 2-1 Снова 2-1 Ты обыгрываешь Шафка Все равно Тебе играет Потом с хапачом И Там вероятность Довольно низкая Ладно Прощаемся С Соником Интимный Да Интимный Блин Все равно Красава Весело Получилось ГГ Так Ну я попробую В игру запрыгнуть Мы не являемся Официальными комментаторами Ну вроде там Даже Судей нет Внутри Игры Поэтому Там только Комментаторы Они все Знакомые Френдли Сейчас О О О Спасибо 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 С вами Сегодня Флайн Будда Нет 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 Ждем Начало матча Хэппи Байкотирует китайский турнир Или не зовут А там многие турниры Открытые То есть они без инвайтов В целом Плюс квалификация С каким-то Турниром Он не играет По двум причинам Во-первых Серия китайцев Китайских организаторов Должны деньги Призовые Во-вторых Там всегда Ты играешь На пинге 150 плюс Против Тех же самых Топовых Корейских Орков Даже на нормальном Пинге Это не верняк А с Ну короче Слишком Нерационально Это получается Сто раз Об этом говорили Есть один игрок Который кикает Из своих игр Всех незареганных Хопцов Ааа Да ладно Я кажется Догадываюсь Кто это Ну ничего страшного Пристримим тогда Интриги В финале Мало Поднять бы Статистику Относительно Количества побед Хавка С Хэппи Но Мне кажется Там В одни ворота Будет Фокусом Говорит Миш За первое место 100 баксов За второе и четвертое Ничего Ничего Овермайн Скидывает Статистику И Там Ждем Гейминг Гейминг Карты А Поматчим 95 на 5 По картам 85 на 15 То есть карты Хэппича дает Почаще А вот Серии Почти никогда То есть Хавк взял Одну из 20 Серий И это было Последний раз В прошлом году В Давно Аккурат Год назад Тоже где-то Вот в июне А куда Соколик-то спрятался Опять Все манит Как не в себя Они играют Это самое В PUBG Все нормально 63 на 3 Да Будем скорее всего Смотреть от лица Хапача Один я Говорит Может Соника Пригласишь Не-не-нет Нет Это Я Я думал об этом Не вынесу Я уже послушал его Заратил на финал Посмотреть Заратил Заратил Он веселый Он веселый Но Иногда бывает Too much На серьезные катки Ты готов Секс 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 Соник Соник Слишком безумно Прекрасен Заткнет Бобра Да Я этого Тоже Опасаюсь First May Может быть 63 на 3 Но эти 3 слиты Хэппи Играл Не за Андеда Да Да Хагор Здесь все гораздо проще Чем на Твиче Потому что Чтобы стримеру Написать Тебе не нужно Там ставить Собак И вводить Никнейм А просто Тыкнуть На одну кнопку Pimp Squad Говорит Помню времена Когда тут были Турниры Хэппи Против Фокус Собиралась По 4к Зрители Чтобы их Посмотреть Босс 7 Да Фокус Очень часто Принимал Участие На этих Турнирах Он был Одним из Наверное Самых Стабильно Посещающих И выигрывающих В том числе Турниры На ГГ Корейцев Он Такой Вообще Знаете Трудяга И регулярно Средства Вводил Тоже На Пейпал Он Один из Рекордсменов По победам На Зотоках То есть Он просто Катает Эти турниры Прям пачками Так Там Кажется Зашли Уже Сейчас Посмотрим Ну Я думаю Что Учитывая Информацию Несмотря на то Что Судьи И админа Отсутствуют Я не Подавал Заявку На Кастинг И Дмитрий Может Проявить Принципиальность Тем более Что Он Так Скажем Не Заинтересован Ну Посмотрим Проверим Его Что Там Final 1 Будет Комментики Или нет Будет Комментики Или нет Миша Залетай О Залетай 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 На Сакасе Залетай На Сакасе Соник Хочет Покомментики Раз Хочет Я Не Против Правда Для Этого Мне Нужно В Игре Остаться Звони Мне Говорит Ладно Поехали Давайте С Соником Пообщаемся Халло Привет Михаил Михаил Это Вы А Это Вы Михаил Это Вы Да Привет Я Счастлив Я Счастлив Тоже Хотя Я вас Ненавижу Но Я Счастлив Безымерно Мы Старкнули Все Остановитесь Михаил Да Слушай Очень рад Тебя Слышать И Товарищи В чатике Тоже Хотел Сразу Пока Не забыл Сказать Спасибо Хапачу Что Не кикнул Из игры Потому что Сказали Что Он Там Следит За Официальными Апсами Ну Ладно Как Как Тебе Такое Говорит Да Какие Провокаторы Провокаторы Да Не Верим Никому Я Это Самое Смотрел Игры И Поставил На заднем Плане Звук С твоими Комментариями Вот И Скажу Честно Ну Твои С Хавком И до этого Сегодня Сегодня Ты был Сегодня Ярок Как никогда И Мне даже Было Неловко Я не знал Я понимал Что если я начну Комментировать После некоторых Твоих Пассажей Я в любом Случа Буду Смотреться Как Какой-то Нубас Который После Битлов Выступает Вот Поэтому Я Ты Хорош Ты Хорош Ты Ты безумен Безумен Местами Скажи Что это Самое Шишка Встала Нет Шишка На такие На такие моменты Шишка Не встает Не встает Даже интимные моменты Не встает Но Что-то Я хотел Сказать Что-то Я хотел Сказать У тебя Бывают Разные Это Я в курсе Мне уже Сказали У тебя Бывают Разные Дни И разные Стили Комментирования Особые Дни Особые Дни Да Интимные Соника Дни Да Зовем этот Наш праздник Так Да И я хотел узнать Что влияет На степень Твоего безумства То есть Когда открываются Чакры И начинается Поток сознания И вот это Все выходит Из тебя Как гномик Так Ну все логично Так У тебя Бывает Плохое настроение Да Бывает Хорошее настроение Нифига себе Как ты Глубоко Копнул Да И что На это Влияет Соксиальная Составляющая Будних Сука Что у тебя Сегодня Такого Произошло Веселого Что ты Прям Или наоборот Ты Такого Такое настроение Когда у тебя Все плохо В качестве Компенсации Я сегодня Купил 7 тримпелей Да ладно Что ж ты Будешь Тримпелить Сколько Что-то Нужно Дверей Чтобы 7 тримпелей Миша По 50 гривен Это вообще Просто Хороший Тримпеля Ты уже Если жены Спосишь Она поймет Что Хороший Тримпеля Нынче В теме Согласен Согласен Это французское Слово Насколько я Помню А что Куда ты Будешь У тебя Столько Дверей Нет Чтобы Тримпеля Вешать Купил Купил А что Тебя Больше Обрадовало Тримпеля Для детей Чтобы Они Собирали Как Шкатулку Ты знаешь Такие Есть Интересные Вещи Ты для себя Купил Или для Других Для детей И поэтому Видишь Ну Два Это Нормально Учитывая Что Дэкснайт Пустой Дэкснайт Пустой Чтоб ты Понимал Миша Он пустой Он бежит Проламывается Скажи Я не громко Говорю Не-не-не Ты как раз Как раз В норме Все отлично На пределе Не стесняйся Соник Ты там Это Ты там То Ты там Это Это То Ты говори Не стесняйся Мне надо Максимально Чтобы на ГГ Мне хотя бы 50 человек Начало смотреть Так ты Это самое Перетаскивай С этого Как я делаю С Ютуба С Твича Говоришь На ГГ Лучше Потому что Так оно и есть И все Люди подтянутся Ну как говорится Не заставить Человека Если не заставить Понимаешь Нельзя достать То чего Достать Нельзя Что Так Не отвлекаемся Идет Фильм Хороший Стоит Смотрю Два Рабочих Шутки 250 Хэппи Остался Без маны И первая Катка Я думаю Прогнозился За хавком За хавком Что Что Ты несешь Ты безумец Ты безумец Что ты несешь Какая Какая Первая Катка За хавком Хочет Болеешь За хэппи Ты Болеешь За хэппи Значит Ты Хакалит Или нет Я то Гном Ты гном Подожди А почему ты гном Я гном Так и Посередай Ты Болеешь За хэппи Нет Смотри Все нормально Он потратил Два рабочих Два рабочих Он нормально Потратил Хэппи Полностью На лалах Ну В смысле Он Весь Красненький И у него На один Коэл Чтоб ты понимал У хавка Третий Левел Он не потерял Ни одного Футмана Ни одного Футмана Понимаешь Да Ни одного Вот идет Вот смотри Сейчас у него будет Дефенс Дефенс Я как раз хотел проверять Да Вообще по таймингу Классно все По таймингу согласен Но хэппи же он такой Понимаешь Он же будет давить 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 Всю игру Давить Давить Это преимущество Хэппи давить Да Это преимущество Недостаточно Для того Чтобы играть Нормально С хапачом В лейте Нет Отлично Смотри Все Ну хорошо Антиманы нету Смотри Одного футмана Потерял Дефенс Есть Ставится Вторая пушка Ставится Шоп Если сейчас Шоп не отобьет То все Не отобьет И отобьет 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 Да Они только не признаются Они может даже не знают Кто он такой Смотри как подблочил Футменом Видел как подблочил Ну обсидианка прилетела А сейчас с обсидианкой Будет вообще жесть Начинает Он же псих Он же начинает Видишь Ману прокликивать Хиты Прокликивать Надо близзы написать Чтобы пофиксили Эту хрень Да Я все еще Торнят Вот И так она халявная Эта обсидианка Так сейчас Два их работают У него 5 футменов Все нормально у него 5 футменов Спасибо за поддержку 5 футменов Да Благодарю Там ссылочку дали На твой канал Если что ребят Подписывайтесь А товарищи Которые слушают По каким-то причинам На каких-то Нетолерантных Точнее Слишком толерантных Платформах Приходите на ГГ Правильно ведь Смайлики отличные У нас комьюнити шикарные Толерантные Так Вот 5 футов Вот Не отвлекаемся Просто у инфи и кираша Там у них замест С тэдом по-моему Как я слышал Если что Знаешь Да-да-да Они даже турниры Параллельно проводят Пересекаясь Конкурируют друг с другом Но китайский Китайский рынок Огромный И там на всех хватает Последний турнир Который с Майл Кап Там же вообще 17 тысяч призовой фонд И это задонатил Просто какой-то Китайский левый зритель Прикинь Нет Там чуть отдельная тема То почему Некоторые не играют Потому что Слишком проблематично Потом что-то добиться Иногда бывает И это уходит в большой стресс Да Поэтому вместо того Чтоб ну лично Мое мнение Популяризировать И смотреть на сторону Китая Надо популяризировать Свою европейскую сцену Которая в последнее время Благодаря Вот 3 Champions Мы проводим Отличные хосты Пинг 30 У некоторых Пинг 2 Миша Ты раньше мог Про это подумать Нет Это мечта Это просто мечта Зачем нам они Подумай Зачем нам другие Мы уже не ходим По любовницам Мы сидим дома Вот-вот МК подошел Ты видишь Все четко МК очень помогает Минус финн Это первый финн Да Шампанское Да Открываем Иногда просто Некоторым хуманам Не удается даже Финдау хайпи Отжать в этом мэчапе И очень важно Как раз Андеду Ничего не терять Потому что Вся его задача Это вот выйти в Т3 Взять там Питлорда для подпуша И додавить все-таки Хумана До того Как он выйдет нормально В третий тир Там в коне Вертолеты Короче Терять никого нельзя Хапачо Но он потерял И это для него Серьезный фейл Учитывая Что он не набил Третий левел Дескнайта Как обычно Для него Старает легкий Тем более Он начал снимать Камера Для него Это стресс Вдвойне Вдвойне Походу Ну Увидим Сейчас Хапк набьет Быстро Третий левел МК Я думаю Видишь Набивают уже Второй Кэппи Да Петлорда Либо Дарку Ну я думаю Петлорд Для пуши Петлорд лучше Петлорд Идет обсидианка 45 лимита Он оставил Специально Для третьего героя Да Да Всячонка У него все Прямо Прочитано Продумано Единственное Что если бы он Финда не отдал То у него Сейчас бы уже Вышел герой А так ему 250 голды Короче Не хватало На этого На Петлорда А вот сейчас Что он делает Почему 48 Что он Зачем он Финда заказал Скажите На 60 Понял Все Понял Немножко Зазевался По фермам Очень плохо Я недоволен Вот Вот Именно Момент Он еще Сейчас Двух Двух Коней Должен Заказывать Вот Нет Четко Идет Видишь Петлок Взял Миша Он взял Отменил Видишь Внимательный Михаил Да Я стараюсь Пожалуйста Чтобы люди Не устраивались Приходили Снова На Как говорится С душных Душных Недушных И Толерантных Нетолерантных На платформу Ты сам Знаешь Какую Да Оп Смотри Висто И 55 53 2 Большой Пойт А это Вылетели Первые Вертолетики Это Огненный Дождь Он Вырывается Влеча Пошел Первый Конь Второй Конь 52 56 Петло Проходит Большой Конь Не Подходит Хаб Не Дерется Смотри Идет На Таран Кто Идет Вася Таран Я В шоке Проходит 55 Вы Вы Влеча Снова Куэл Остается 100 Тысячи Треманы Подлетают Два Летолета Третья Опасный Момент Миша Прокомментирую Что Найдет Второй Вид За Игру Сука Сейчас Будет Третий Нет 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 Третьего Спасает Смотри Минус Финт Минус Финт Та калиты Получайте А калиты Не существует Но Все равно Лимит равный Че-то Хавку Сложновато Здесь Ему Нужны Побольше Вертолетиков Чтобы С дестройерами Справиться А хэпич Смотри Какой наглый Он сразу Оп Увидел Возможность И крепится Оп Увидел И крепится Вообще Просто Стресс Сразу Забирает Полностью Полностью Стресс Ну Хавку Стоит Книга Смертных Блин А книга Здесь Конечно Может Помочь Похуже Стало Намного Чем Стало Скелетов Поменьше Поэтому Она не такая Мощность Стала Сейчас Дисполага Нет У нас А ну Ой Что У тебя Что Шаманов Шаманов Миша Ты залагал Мне выходить Нет Не выходи Что делать Я не трогаю Ничего Сейчас Я позвоню Другу Ребята Голосовал Звонок Другу Ребята Звонок Другу Фоги Фоги Звони Фоги Узнаем Как он там Так Не отвлекаемся 59 57 Позвучит Вертолеты Ты видел Как хорошо Залетели Вертолеты Ай Заливают В этим Огнем Стар Есть Минус Минус Еще Смотри Он как Пяток Четвертый Пятый Смотри По-моему Сейчас Кто-то Ливнет Кто-то Ливнет Миша Только не ты Ливнет Я не буду Я не буду Ливать Архмаг Сейчас мог Отлететь Правильно Сделал Что сейчас Просто Стелепортировался Слушай А как Помогает Этот Грейд Для Коней Что Его Не надо Теперь Делать Два Барака Хоп И по Парам Они Выскакивают Уже Все Такие Красивые С Бонус Урона Ну Не Да Там Грейд На жизни Правда Надо Да Интересно Он отдал Красную точку Очень важную Как ни крути Это очень страшно Да Надо бежать Просто параллельно На свою Красную Забирать Так Рэд баттон Пошел Очень параллельно Почему Рэд баттон У тебя Я услышал Это в интервью Почему Баттон Баттон Это же Кнопка Кнопка Да Кнопка Ну так Красная Кнопка Все правильно Ну да Или нет Ну как бы По логике Нет По сониковской Логике Все нормально Хорошо А как она на армитском Ну дот Просто Рэд дот Рэд дот А ну да Наверное Ну и такого слова Я тебя услышал Ребята Если вам надо Учитель по английскому Обращайтесь к Микаилу У меня есть знакомый Кстати Серьезно И он вам знакомого Посоветует Это поинт Миша говорят Можно поинт Поинт Вот видишь Вот Я тут думаю Так Ментал ска Еще вспоминают А кстати Что ты имел ввиду Когда говорил Ментал 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 Скай В интервью Эмоциональная связь С космосом Либо с Да 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 Я понял Они не поняли Я понял Я как раз думал Что это знак Свыше какой-то Это вот Вот это вот Так что все это Это очень важно Всегда Вот Чувства Знаешь Чувства Как понять Вот Мне сегодня вопрос был Вот как ты понял Что хочешь жить вместе Знаешь Что я ответил С кем Подожди Подожди Кто у кого спросил У меня Спот Более точный Как ты понял Что хоть Спот Да Спот Более точный Чем дот Дот Просто точка Скорее геометрическая Спот Это как раз Видимо Место Ну да Пацаны не дадут Ошибиться Так что Что там Кто с кем вместе живет Мужчина живет Женщиной Ты знал об этом Да Я встречал Такие кисти Вот Как ты решаешь Что ты хочешь быть Или быть не хочешь Мне же случайно Выходит После такой вопрос Извечный А что тебя так Внезапно Это заинтересовало Меня Меня то Не интересовало Я и шел Понимаешь За этими Тремпелями За тремпелями Я иду С этим Пистолетом Сейчас будет Смотри Битва 70 на 74 Внимательно Ловят первый вертолетик Второй вертолетик По пути Тоже перехватывается Хафт не доконтраливает Дестройер эсмана Он не хочет сражаться с ними Еще один конь Еще один вертолет Хафт отдает Юнитов Зря он это делает Где вертолеты Все Запускают А я думаю Это победа Миша Это победа Похоже на победу Я не буду Коня Коня Стафует на последних И так ты видел Как он стафует Коня ДК пятый ДК пятый Пятый ДК Что происходит Хэппи уже меньше 62 на 72 Бросок Бросок Ломает его Зажал в угол Давление Зовите Тайсона Ну сейчас минус Пятый Пятый Будет Не будет 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 Минус Третий Питлор Давай Убивай Ломает Корейцы не Могут Хамедить Написать Лимита Ухэппи Ухэпп 68 Расскажи Пожалуйста Почему Как ты думаешь Хэппи решил Вот в той ситуации Когда он красная точка Подожди Тут битва Минус три Да Сейчас ливнет Смири Дестройеры Минус один Минус второй Минус третий Да ладно Хавк убивает император Шок Архмак Архмак умирает молоток кидай в него баланс где ну ну архимагон только не с ней тут откачайте его буква т точно хоть ты был вот так т т т т storm bolt все правильно все правильно так возвращаемся 43 63 но вопрос у меня все равно без ответа остался почему хэпич после того как красную точку забрал не продолжил пушить отдал хавку взять там 3 3 у ну и нычка работал у хавка то есть мало походу я вот посчитал по секунду я думаю просто вот должен был по он где-то оказался после желтая в желтой позиции вот эти выше магазина талей и имеют как просто пушить они от отступать и крепить там своем побежал мы не знаю решил но это его право как бы мы не можем осуждать это мы вообще тут на гудгейме не осуждают да можно просто по все все друг друга иногда 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 любят иногда любят так ну 67 лимита кстати очень хорошая ухавка смотри да я по героям да там 5 лич но если будет толпа коней то самое время предложить паре как говорится паре 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 архимах ну по его 67 плюс 17 лимита разница ты видишь 16 лимита 49 16 17 18 28 28 71 21 22 лимита разницы как выходит сейчас надо будет посражаться на 3 под подвышками желательно потому что хопать должен пушить эту базу он не может игнорировать три базы до оп 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 заходит ну успел ты не успел да палачу может улететь сейчас надо бутылку пропивать заранее да хорошо еще нового не третье потому что совсем бы разваливались все герои быстро плеча основа койл мк еле-еле живой на его о как как кони ты видишь какой не раз уплотняют просто купил 3 посоха стаффа сейчас нужно уходить надо уходить отсюда видимо потому что мемки не уходить отсюда потому что то лимита нет лимита нет как он став и ты видишь как он став и кто этот хуман а лич только сейчас получает 5 он был 49 к моменту этого сражения то есть этот элементарь это единственное что хавк отдал в этой битве единственное прикинь 47 47 нападают вертолётики пошли с бомбами паладин вышел пьет 4 левела паладин до архимах давай домой бежит ой зажимает зажимать зажимать можно какая заливка вертолётов минус обсидианка почти мк бежит миша сложно сражаться но он идет он идет как же хопач сражается у хавка севает полтора ксаря на руках экономный да улича можно убить сейчас ли чем можно было убить то нет болт бы нам было давать и самую себя кушат этого петлорда но он такой сильный чиппорт по героям уже сравнялся очень близко и база стоит смотри он дефендит базу и конец справляет я в я очень конечно удивлен игрой хавка очень круто посмотри он став и на один бинт поставил три героя даже не делаются убегают сразу просто кони бегать 0202 у коней 46 лимита хэппи вообще борется как какая-то ну коня 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 минус он и герои подходит смотри а тут все красный можно пит лорда попробовать мачкануть можно ли чопопробовать мачкануть став на коня нужно делать минус еще один фильм устав на коня ну став на коня дк умирает дк умирает но она как так то а спасибо спасибо за аналитику но слушай ты был прав как будто это самое как будто прям прочитал все изначально очень быстро стартует вообще буквально не успеваешь вообще здесь уже здесь по зрителям перебить их этих вообще этих стримеров я чтобы они знали кто кто хозяин да друзья подписывайтесь на sonic sonic регулярно стримит на gg в отличие от некоторых его можно всегда посмотреть было интересно кто-то решил пойти на другие кто-то решил остаться там я остался где и пришел как говорится каждый выбирает сам чтобы хромаке отклеился что там такое у тебя да это мелочь это коты видимо сейчас у меня кодили коты этот задевают камеру так ну хорошо это это игра как будто такой флешбек из из каких-то китайских турниров как раз вот с участием инфи опять же они же уже 100 ну несколько месяцев там стримят они участвуют на и на голде инфи говорят тоже не будет он уже сказал очень хороший уровень исполнения я вот к чему каждый что-то там говорит там в твиттере бросил то играть бросил это играть сколько лет уже прошло людям уже за 30 лет до сих пор в твиттере пишут что брошь от варка но это не серьезная а я слышал да это вортик скажешь последний кто от брошу от брошу прошло полгода здравствуйте снова я миша когда ты напиши добью забью стриме тут просто напиши интересно будет фото что напишут семья меня поглотила ладно стриме не вряд ли именно это бодри друзья у нас у нас же бодри да в 5 финал и тут какой-то прикол фукова счастливы много вы их уж какой-то invite дают или что-то такое ли это клетка очки видимо если русский очки какие-то дают очки дают эти смотрел так ребят 10 с вами кто миша и никто с нами бог с нами бог земля планета земля планета в люминаторе и так тут чтоб ты знал идет без знает а что кто еще может прийти здесь да или ты думаешь то что может жука сыграть хэппи он же не фанат некоторые реки просто не не именно он некоторые реки просто не иногда не переставиться знаешь такие рандомные герои ажиотажа там игры такой именно кайфа такого знаешь ну как ты с этим спит лордом спанды я помню они веселые на самом деле мне очень нравится эти герои они такие экшен мод и да согласен не все же одними теми же действительно в конце концов все равно в финале с хэппи нужно будет потеть за эти 100 баксов на будет играть бывает просто зрители поддерживать спасибо что показал веселые игры потому что мало кто играет ну каким-то да я поэтому на эльфов в свое время и переключился потому что за хуманов играть как бы архмага гонять ну просто процентов случаев это не так весело а тут тебе любой герой просто берег хочешь димка хочешь кипер хочешь варден хочешь панда хочешь бестмастеров и даже фейерлорды если совсем наркоман то есть вполне вполне можно играть любым героем и первым и вторым и третьим сразу в разных целях задачах было потеряно 300 хп 200 и хав бежит ставить базу 300 хп это много кстати хав прикольно и как у него фута не поймали это очень интересно а иногда этот скрипт стролей с сеткой не поймешь вроде как не кидал вроде как юнит бежит а он игнорит просто где тут не кидает да очень странно но это хорошо учитывая что посмотри отлично отжал без кнайта хавк ему выпали когти плюс 9 этого на старте да хорошо и стал болт это все его да да но это не менее он собирается так когти бежит стоит подсвечивает футман просто какая разведка господи я хочу выйти замуж за этого хумана лянь футман стоит второй без знает 3 5 рабочих очень плотно интересно очень интересно ты наблюдаешь смотри удар да я прям все показываю что ты говоришь я но я показываю подсвечивать и бежит в атаку not 225 хп не знаю не знаю не знаю не знаю бежит бежит вы принял у духовка ищет эти волей планету это плохо не отминулись ой щас будет минус 3 наверно минимум ой господи какая боль все понеслась из полу всех часу бьет если честно а почему хавка вроде как и строит этот базу вплотную к лесу но не ставит там рабочих то не увижу как бы поставил ну да но хоть только сейчас уже минус 3 минус 3 минус 3 еще сейчас вернется еще минус 2 сделать на один кайл еще две четыре палки это ужас просто смотри миша сейчас такой тлен будет нет что-то еще вот эти не понятно почему спинда хотел подлечить видимо но архмаг почти 3 3 может быть он как-то ну да повезло нормально он далеко ушел он дед как по мне очень далеко не знаю почему это в принципе решила что он еще не добил двух рабочих скелеты на базе честно бьют мухаху хавку 3-й левел хапач аккуратненько относится до к скелетам 12 опыта теперь дают за них это тебе них ухры мухры то очень рядышком с анджелиной джоли ой 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 сейчас добьют эти левел добьют не добьют убежал мишу бежал скелетами вообще хэппи не сливал это очень выгодно и попахивает что это будет 11 нас только вот эти вот 34 рабочих на старте решает ну иногда да ну если против нубика играю что как бы очень а если очень и видел какой скелет это ошибка кстати было дмитрия что он не за динайл свой скелет сапогу хавка вот я тоже хотел предложить когда хавка вниз убегала первый раз он виду встретил мимо магазина пробегал потому что особенно когда у тебя эти когти плюс 9 ты же ты же очень хочешь по это самые сроки после вот иначе момента база не было и голда вот только-только пошла вот сейчас нужно забрать потом нельзя поел на разминается молодой отбивать понял видишь он сейчас ушел далеко отманил звуков что-то что-то он ушел далеко просто писец вообще как будто магадан поехал вернулся магазина у хавка нету он устал по ходу после меня и но зачем-то такая и не ну видно виде смотри два рабочих стоят ничего не делают вот только пошли около 15 секунд настояли друзья у нас ретрансляция на youtube возобновилась если у вас какие-то проблемы то волком взял сапоги архмак в магазине дерево нету defense за это сады на базу главную ты обновишь от не вижу вижу это проблема вот там рабочего 1 на скелетах в очередной раз потерял и сейчас слишком занят но это вот это одна из таких так какая какая составляющая идут борьба ни одному финда еще не потерял видишь хэппи очень важно ну по-хорошему до выхода эмки ты как бы не должен терять финдов то есть ты ну никак ты их не теряешь если не втыкаешь совсем был момент сейчас застроит много леса ушек на базе пока почему нет о хорошо кстати свитчится видишь хав как только понимает что иллюзии контролит в вражескую армию а сам за артефактом к тролям во-первых он там немного теряет всего ну потому что defense есть а там главным образом персинговый урон xp даже не столько получает сколько не отдает врагу потому что это те точки которые хопать в любом случае в середине ой койл в молоко мир не совсем рассчитал ой можно откружить и минус телепорт об сидянка блочит видишь как обсидянка блочит давай 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 ну что почему там defense нет не туда-сюда не включил выключила не надо было тонко дождаться и поубивать всех видишь но не выгодно было у и вообще ошибка ошибка он очень долго стоять будет на финде это же циклон это же не герой же там сколько 15 секунд 20 секунд вертится я без понятия но это очень грустно вот еще и петлок да взял ой вообще ой боль какая боль а коллеги околиты ликуют да я слышу их голоса миша спрашивают сейчас миде он дэда fast expand ставить после бафа околитов почему хэппи не играет в это быть почему миша от поясни нам ну во первых их все-таки дебафтали немножко у них не 4 а3 скорость регенерации теперь на земле во вторых хэппи любит больше стандарт особенно против хумана он пит лорда ой крип лорда использует и fastx использовал в мироре это неохотно сейчас больше предпочитает лича он старается не использовать тех героев которые ну и те стратегии которые по его мнению будут занерфлены запачены то есть ему нет смысла перестраиваться что хэппи такой игрок который до совершенства доводит какую-то определенную стратегию и берет не какой-то новизной а именно качеством исполнения поэтому ему нужно какое-то время для того чтобы перестроиться поэтому он и не не очень любит короче вот эти вот все новые новые темы но иногда повторюсь заставляют особенно андре вот обращайтесь если что он не отобьется раскрылся вообще эту катку хавк слил из-за того что не поставил не сделал грейд бы они у здания просто зарайда нет и там корова здесь а что он сделать пробьет скорее всего и все домой пойдет бежать регенится как то так я очень сильно это выглядит как гг но гг выглядит как гудгейм то бишь ли что гавка 1500 так а дерево у него сколько посмотрите короче пацаны выкупили чтоб почта было быть озвученных вопрос надо зайти к sonic у нас ты им на канал миша на это релизы это один из способов ну видишь вот тут тут на этой карте надо было вынимать хлебореза он позволяет не вынял и 75 видишь хотя 54 лимита посмотри ну если он как еще какое-то время про продержится то сможет там 60 плюс сделать на самом деле это еще не совсем слитая катка но преимущество у хапача по героям уже такое весьма и весьма ощутимое получается это да но он хорошо откроил кстати диск на это не понял как диск на и потяло 500 жизни это очень важно на самом деле и теперь он может по моему хавку дать бой 32 в принципе по вес без первого паладина первых вертолетов и коней он идет вот видишь это минус минус койл просто и все да скорее чтобы просто не не крепился а пач так на халяву но хапач очень любит крепится поэтому не остановить мы с майкером задавались вопросом правда у тебя правда 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 да что за вопрос глупый конечно правда не по не по теме красную забирает хапич может более скромненько ну там 59 и хэппи не будет сидеть на лимите и не будет проявлять пассивность сейчас кстати большие пошли да это очень вообще не давидая тема и учитывая что нельзя диспалить просто имба на цены на этом на цеха как-то на двоих было у меня помощь это 55 вагденко и панда я выигрывал двумя экспами хэппи настоял просто большей в адресаре я не смог ничего сделать это такой бред только его нишни диспелляться вообще такая ниши переманивают да да большие это самый такой если есть маны и возможность поконтролить самый эффективный кастер вообще от курсы до пассеса посмотри как вышел в лимит резко вообще ничего не потерял при этом видео да и не все сейчас петлок убьет все пушки со вторым этим до вертолеты главное не отдать хавка до чистят красную естественно стелепортируется вынужденно но у него не 33 мк палыч и лимита меньше чем андеда а это как бы уже это очень плохо просто все минус база ничего не сделать господи как вообще не падают эти герои до делать т.п. но армия не впечатляющая он очень много ресурсов потратил на сдерживание вот этой вот атаки там такое количество рабочих умирала в попытках зачинить эту базу и ресурсы тратили и жизни свое здоровье тратили хавк перестраивать их пробует понимаешь нужно снимать эту осаду но как снимать все и вот эта вот сетка триггер на атаку на атаку на последнюю атаку потому что тут все тут сразу шатает чат кто-то ливни ну как-то казнь просто казнь ну какая аналитика вот чтобы ты какие моменты отметил что было не так у хавка у страны с прошлой игры изначально плохо рабочих где его не подвел но начал бегать очень дом много за юнитами это решила определенные моменты на дешевле но видно что немножко подустал не знаю как у нас дальше и используется но сейчас кто-то ливнет очень устал немного фугает все типа игроки бессмертные но это не так они многие не учитывают эмоциональную составляющую которая всегда очень важно по сути там как говорится кто-то там какая-то помял кто-то не помял не 5 базу стоит одним рабочим вообще epic fail 47 лимита против 70 не обучает вопроса что помял ой миш я думаю всем нам минут иногда да минут мышку минут могут и не мышку менять как говорится кто помял плюс чат говорит стасек кто-то мне это в одиночестве варкрафт все варкрафт так три рабочих пошло до пошла база ну как не сдается это уже плюс а в чем чем не сдается или в чем плюс плюс сидим и тут обсуждаем такие серьезные дяди такие ни о чем и 21 был неудачник не выиграл другой как говорится показывает скилл игры ладно надо собраться нам миша все соберись ты устал нет 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 не устал чтоб я там помяли меня регулярно минут все порядке я хотел я хотел вспомнить это самое твой твой стакан и у нас была версия что вот понятно что не стакан там бокал бокал мы думали что ты в конце это самое когда там победишь ты рубашку там расстегнешь и там будет супермен потому что ты был похож на этого на кларка кент или как его там звать было может был там костюм у тебя папа под рубашкой или нет нет очень важный момент вообще от созидания такая тема когда спрашивайся шо придумать знаешь ударовать что белый юмора бывает черный юмор на черный юмор это это когда с оскорблением я думаю что это связано с как-то с этим с расизмом ну да продолжай и в чем суть вот откуда придумать какую-то тему придумать вот допустим я буду против x-log для играть x-log такой специфический человек вроде он перестал отвечать на вопросы туда не знаю правда неправда я видел клипчик да ну потому что он тот его хейтил в владере постоянно но x-log тот тот еще токсик я не знаю как он поменялся сейчас не поменялся вы с ним общаетесь вообще в общем мы с кем общаюсь то что времени нету я вот постримить иногда и поиграть суть в том что вот хочется придумать такое что ты знаешь чтобы ну там какие-то артефакты там или что-то такое чтобы игрока не обидите было как бы знаешь заходила там знаешь что было на самом деле весело ну слушай у нас огромная у нас уникальная возможность сейчас просто по мозговой штурм устроить эти пацаны в чате такого на предлагает может как-то подсобят даже помогут не только идеи но и там с реализацией поэтому ребята давайте ты же будешь соответственно ты же будешь ты же прошел до x-lord 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 что мы знаем про x-lord это товарищ который рассказывает что он очень мало играет а сам катает по 10 часов в день до он у него мама русская ты можешь передать привет маме например x-lord а вот он сам понимает русский язык кстати x-lord так что можно ему сообщение тоже на русском отправлять это это от меня идея сейчас будут более адекватные а советы пишем сюда и ссылочка на твой канал короче в чатике сейчас будут советы то там уже сам смотри что можно применить что нельзя но вот это что до этого дела было интересно хоть это единственное почему вы смотрели этот турнир серьезно конечно как одна раскраска вторая раскраска интервью шички вот эти вот граупс вот это вот все мы ржали как кони спасибо поэтому креатив я естественно с всех товарищей которые говорят о кринж о стыд сразу предупреждение или банчики потому что ну у товарищей нет креатива нет масса комплексов они сами так бы не сделали вот да но их право и их срок вот поэтому твори это отличное шоу в качестве дополнения к игре почему бы и нет а поздравить с 9 мая предлагают я и как раз на эту тему хотел придумать у меня было несколько выборов африка потом как бы 9 мая и это поменяло не до теряюсь во времени но тем не менее и всему есть предел пацаны как говорится а ты видишь как как все еще пытается выжить цепляется за соломинку несмотря на то что там две две базы он отправляет коня на один экспант мортир мир с картечью отгоняет армию андеда и очень забавно что даже вы имея преимущество happy 90 и у хавка 75 он это важно научиться отходить иногда может что-то ждет что там по грейдам грейды все 75 ну грейдов нету у меня на клуба под что допасти поддержали меня на целых пять круто пошел бой пошел по минус больше слышал там развалилась одна правда минус конь будет переманивать что-то не переманивает не знаю почему очень опасно я думаю как только они начнут там сразу мортиры их за за закончат 5 штуках на стоил не хватает до стоя потому что нет вертолетика так они жахают мортиру ты видишь даже по финдам так бах это у них еще грейдов нету там 31 апгрейда и кажется все равно если хэпичу ворвался бы просто сломал строй и добрался каким-то макаром до мортиру типа одну новую хотя бы кинуть и и ворваться это все это конечно было а чё-то он не построил достоев ну поднимай или что что происходит не знаю он копит как будто реально хоть сейчас мана маны и ворваться 92 уже 92 лимита и и и и 65 92 по лимитам удивительно как хаб держится очень плотно держится бак бак смотри как разрывает больше еще минус 1 97 уже посмотри господи хабк научился дождем пользоваться просто агония но это больно особенно своим страйкам очень больно мы им к 2 футбе не забывал был хотя бы 4 м к 2 господи чон что происходит две базы он беда уже деньги закончились ухо пача запас и он штрафуется дико но хотя у хавка все равно рабочих нет на на экспанде меньше закончится ему бы а ты видел как он спасает ну господи там 5 коней 5 коней что это происходит 00 грейда 00 грейда тут 3 1 на финдах ну где хотя бы два бома я не знаю хавк забыл коня вообще внизу или специально статистический конь ну не знаю по моему хавк начинает просыпаться но эта катка по крайней мере да она она хороша тем что вот пошел на одержится но минус большие минут иллюзий миллион вижу да очень опасный момент кажется happy решился мортира подставляется наставать мортиру ставка нет хавк очень хорошо контролит очень хорошо контролит ну это еще став еще став много не побегает ну побеги дальше вот поздно четыре коня по моему да чем нашел кого окружает спид лорда с кливом под под вторым койлом там все но это развал уже развал к сожалению кони все упали но хавк молодец здесь очень достойно тоже бой дал сегодня возможно возьмет 3 2 ребят статистически подкованный все мортир разваливается это гг до борьба причем игра 25 минут почти шла 25 минут спасибо да нет не особо расскажи в там ли ходили легенды что у тебя четыре высших а вот какое у тебя образование если не секрет я дневное ну получается вузы есть государственные есть так так первое дневное это инженер-электрик в государственном вузе я даже староста группы был хорош какой там хаос у вас видимо в группе был да или ты тогда был мега ответственный товарищ ну и первые два курса я покосил а потом ближе к четвертому я уже проснулся ну я староста был на протяжении всего времени или на первых двух у меня как раз у мамы там инсульт случился тяжелой формой потом второе у меня параллельно было по окончанию четвертого курса поступил на заочное финансовый кредит то государственные потом третья это государственные заочная форма магистры психологии четвертое право тоже это уже частный вуз частный на за очки хорош красава я думал это грохлит кто-то вот ребята видите это кажется кажется что sonic такой бесшабашный веселый такой такой легкомысленный а вот человек развиваться если вот что-то тянет бывать знаешь вот что-то тянет зайти там ну расширять кругозор по разным потому что грубо говоря с той же электрикой мы и рано или поздно сталкиваемся с тежими правовыми экспертами вот я читал что вот у вас была баталия по поводу судов очень интересный что вас хотели накрыть на 10 миллионов или сколько да и там вот что у вас же тоже есть там законная на какой-то про судоустые статус судьи и судей там по поводу лаева не лаева там съемки в судах знаешь там тоже да интересно и когда ребята придумают а другие пользуются ты это по сути как говорится никогда не сможешь ну как-то предотвратить даже хватает там 30 секунд и тебе херак и иск пошел как бы судьба уже есть чего и никто же грубо говоря потом не оплатит это все и мало кто там на поддержку много людей приходило в суд так что интересно ну и слава богу кто-то подходил подходили по активно помогали и адвокаты у нас замечательные которые тоже компетентные и за гудгейм в общем платно или дорого было почти и почти несколько слабо потому что ну и рано или поздно я считаю что в рано или поздно мы сталкиваемся как бы не говорится начать куга зону в этом нет ничего зазорного знаешь только говорят приходят на работу вы это знаете там один плюс один обычный шок да там значит там самый грамотный работник обычно отвечать что я как бы не знаю сколько но в вопросе готов разобраться ясно переключаемся все да понял ясен красен привет александр код здравствуйте всем 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 хорошего вечера у нас турнир еженедельная попытка очередная свергнуть императора и на удивление хавк дал да взял первую с боем отдал вторую игра идет до трех побед и вот sonic в эфире он чудом просто проиграл хавку скажем так прямо скажем да нет ни чудом 2 2 1 сливаем сегодня очень веселый долгий и прямо был action видно вот эти микро и макро моменты до башни не используют это они очень нудные и до дорогие очень долго и просто ужас почему хуман не используют аудийные башни ну воркшоп 150 100 она кажется стоит она долго строится там сложновато да и идет архимарх город в осаде идет герсекер тролль отдает уже 150 хп потихоньку заходит как те кстати этот это новая карта тайт хантерс на немного видишь дисбаланса потому что хэппи может даже юнитов крепить он сейчас побежит к хавку на базу а гулями нет нет гуля не достойно может кипить шахту вообще на морозе вещи база пошла хуман вот вещь и хэппи хэппи бежит до кавку на базе нет еще укачал неплохо она здесь такие морлоки хитрые до которые быстро убиваются 20 поэтому надо менять и добавлять каких-нибудь сильных юнитов немножко дисбаланс и шаха бежит хак идет по так и так очень важно по рабочим рассказывать интимные моменты и так давай просто вот он застопорился нет побежал видишь но сетку поймали фута он должен бежать вперед вперед бежать он остановился вот и фута сейчас отдаст на кайпах господи это варкрафт дети это варкрафт вот смотри и взял свою клетку пошел пошел минус один час будет на скелет один его есть шанс окружить но гужой диск на это кужой ну там была опция до его окружить я просто не увидел но он там был момент под пушечкой поджать его можно было понял я считаю что у вас к и все можно было вот видишь а нет одного обычного немного немного пока да но этой же еще не все дека хотя дека битые у него всего ману на один койл тебе там от сергея пв привет кстати не мог не передать поэтому передал то это серёгу не помнишь его не помнишь серёга пв серёга извиняяя тут я сделался что мог это серьезно дека заходит койл сейчас ну вот сейчас надо сверху блок просто и все а почему рабочего не убрал алло рабочий же сверху там ферму влепить или еще очень сне блин упущенная возможность упущенная возможность в такой стадии забрать хотя бы телепорт вытащить из битого деки это очень круто было бы диск на it диск на it ребят ну смешает 2 на 2 играть это отдельная тема не знаю мы это невыносимо на перед придется я начинаю ухаться с 2 на 2 со всеми когда начинаю играть и стадом и со всеми это невыносимо во первых два эльфа не не сочетаются во вторых я видел как я видел твоего тиммейта этого это не только он мы много кто играем это заканчивается каким-то трештоком просто колоссальным ну я конечно мог тебе рассказать как 2 на 2 играть но мы уже с лёши с абером договорились что попробуем на на этой неделе поиграть потому что меня очень вдохновили игры 2 на 2 на турнирах товарищи которые ну который блин не очень вот честно там есть такие пары которые казалось бы вроде как даже корейцев умудрились выиграть но но такие они не а тэшные абсолютно отменил сла слоттерхаус это думаешь ударит прям хорошо стоило на 3 футменов а думаю да потому что это задержится тележки и не будет ни хала ни маны и задержится в т3 расскажи что ты что там было про граупс я послушал клипчик на не совсем понял потому что не видел самую игру он он бенды не использует или что сейчас идет атака да но это я это это не так интересно и смотри сейчас вот ваш важный момент возможно хэппина ломится это финальный battle потому что одна пушка понял и финда и очень много скелетиков очень много дефенса нет дефенса нет только наполовину только наполовину смотри хэппи не восстанавливает слаутерхаус хотя у нее они останавливают извините я не увидел что он не в том месте рабочие подходят страдает армию так так пиндалей не отдает вот начал разводить очень четко видишь теперь нету хэппи не маны не жизни не может как бы теле а только только там и она еще должна дойти мини секунды дал и видишь и тут и тут и тут вот она пушку засели шоу думаю своди по футику на финдов ну ну ой ты эти лавала был господи пушку отдал минус две пушки рабочие стали минус 3 сейчас будет вроде успеет успел успел кстати благодаря патчу успела надо чиниться там был настолько на тоненького что это близардом спасибо кстати что по поводу патчу ты же наверняка мало что нормально что сейчас читаю что есть то есть мало читаешь читаю про патчи понял все хорошо то есть ты просто приятно удивляешься опу медведя побольше маны стало отлично это спрашивает каждый там какие-то делает обзор я сижу и ну что есть то есть как бы то ничего с этим сидят какие-то люди выносят какие-то патчи на каким основанием это делать это вообще отдельная история да я согласен с вами у меня такое ощущение вот именно у хотелось бы вот этих ребят которые там что-то делать просто узнать это ну вы видите что это дисбалансе это отдельная история была еще на ласты фьючер когда очень много ныл по поводу того что типа на одном шопе мог 400 маны а на другом шопе здесь и не мог со 100 маной и там по моему что-то месяцев 89 чтобы исправить этот бар уже уже все мы отказал по секундно определился сколько кто теряет даже если ты играешь эльф на эльфу это единственная такая одна из огромных дисбалансов когда как на одном магазине 400 маны у моба а у другого 101 моба накидывает один или два блок-бласс другой сразу штук 5 вешает вот и просто вся игра начинается от того что когда было еще кто на каком месте появится на ласты фьючер это вообще провал был 0 5 после что многие этот момент я думаю понял и вот поэтому когда-нибудь выносят какие-то патчи при этом будет там очень много людей пишут что у меня иногда были мысли что они делают на основании этот twitter x лорда это да все на ныли ныли потому что за мою память ни разу так что бунды да сука пиксели прямо вот вот в натуре и вот никогда не было не знаю чтобы его основном большинство случая пока поли там жука опнули когда реально увидели что его вообще ну вон просто безбашенный жук стал до начали мы играть но по итогу его там вернули практически чуть-чуть хуже сделать да и вот вспомни моменты где он это хотя бы раз был как-то ну чали по арбу уменьшили с пяти до четырех ну и как это сильно повлияло на последний занимаемые места кто там что занимает ну вот последний кто выйдет happy лин 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 флай фокус ты видел результаты этого смайл капа что где фогич там в плей в этот плей офф вышел это да это очень классно однозначно там четыре четыре человека три орка из них ну да ну опять же это же на 300 надо не забыть лан это немножко другое но тем не менее все равно надо порадоваться как говорится за за орков ты умеешь радоваться за орков и орки это отдельный раз их надо однозначно менять на что бы ты поменял орков ой говорят сегодня чуть хэппи не проиграл старший беру ты видел первую карту я видел как он проигрывал первую а потом как он выигрывал следующие вот видишь видел вижу но это было да удивительно но я не знаю по какой причине хэппи оказался в той ситуации в которой вот он оказался в первой игре потому что я подключился уже когда летала 80 виверн с ядом ну 80 лимита виверн 80 лимита виверн и он прям он выиграл да он выиграл орк 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 выиграл у хэппи старшей переза оркой господи он же тельцу куда ну да смотри как заливают фото фото фоню вот 21 эти эти моменты когда хуман начинает ну или неважно кто начинает сражаться просто ни за что вот как расскажи вот почему не прожать было сразу т.п. минус 3 футмена минус конь даже даже конь уже сопоставим почти по по стоимости вот чё он не прожил т.п. по логике на самом деле вниканье очень важно тянуть время это просто важно ума база есть вот если прикинуть что но он потерял коня и двух футов 3 ну секунд 10 за 10 секунд он с 2 баз строит мне не убил дестройера убил да точно ну ладно я понял может быть убил листра убил говорит не тогда да тогда дестройер дестрой это дорого 350 это постоять немного даже предпосылках пока xp не ставят это все-таки интимные моменты это надо чувствовать значит лицементал и mental sky mental sky да очень важно просто и вот хэппи теперь понимает что он и пропушить не может на главной базе правда одна пушка стоит он уже мог пропушить если захотел бы просто он иногда ну не сказать ему не хватает разведки это конечно бред силой кобыла в принципе как и sony кобылка ну вот видишь пушка то 1 стоит это не только у хэппич такая ошибка есть привычка и иногда не обращает внимание на незащищенность мэйна при таких диких экспандер можно было еще цунов забирает очень живую точку хаб попахивает что будет мой но хэппи ставит базу как ты видишь да этот момент нельзя профукать потому что у нас сейчас есть преимущество что там выпало брейсеры у маутин кинга да рей просто интимный момент пока пришелся не дать набить все хватило пока по одном один посох только идет смотри атака 660 и у хавка лимита больше там отдельное замечание что у хавка 24 лимита в рабах но хавка в этот раз видишь сразу мортир пошел помню о том как они отлично стояли но его же не устраивает пассивный геймплей в этой игре потому что потому что эксп и надо что-то с этим делать ну теперь уже да ничего есть минуточка одна а он флэр сделает сделать свет смотри такой полухалявный great кажется 50 50 что ли стоит и пришла атака сейчас возможно будет интимный момент на мэйн на мэйн атака красная или нет или да миша посмотри куда будет давишь все-таки слушает не слушает ну вот эти больше просто вот это не щас коней могут приманить 4 штучки 5 большие меньше с маной практически 2 осветанул увидел нычку увидел нычку увидел тайминг увидел что колит строится и что время от довольно ограничено сейчас у хавка я имею ввиду герой 432 на почти 543 нет преимущество ой коня 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 став став а став на когда как что почему что случилось он отменил вручную или что произошло я по моему отменять или можно кажется можно отменить если эти пак ченглин как в это как у хавков а зачем хапач отменил 322 может 477 как говорится казино казино по моему нельзя отменить я не помню сейчас эксперты в чатике на напишет сало отменяет но эти если кидают они уже типа как паразиты вырываются 1488 по моему нельзя я не помню пацаны можно или нельзя нельзя вроде я тоже ну а как объяснить тот момент он передумал кто-то большая передумали конь передумал переманиваться на может кто-то другой никогда не поймешь когда мы где найдешь и не потеряешь как говорится коня и блин уже салману не закопу попилась и оп-оп-оп началось что за blizzard убери это blizzard как будто в сон кидает рену fire на своих кстати отлично заливаешь своих то это прям был пока только для него там все боятся враги убегает медведи такие что суник пощади о смотри где кошка ставит базу что где кто пошла жара заливочка проклинают ополченцев по воровать или нет вот кого он подкинул а мк подкинул господи вещь иду на таран нычку ставит наверху кошка потому что понимает что у него возможно не будет возможности с быстро быстро убить базу хэпича и терке все-таки до заливка дикая минус мортира как заливают мортиры вы что какие интимные моменты господи не уже секунд 45 туда-сюда трутся притираются рутся нет потерял и ппк очка еще не пошла хавка не забирает финдов вот он убит ворда видишь бьет это угас и побеги дальше ну пожалуйста пожалуйста ну нет невыносимая это как я против него и рано довольно минусом качать не случился петло вообще вообще отлично стоит и посмотрел сейчас еще по третьим кайлом он вообще не будет неубиваем и господи прибегает околит на северную базу теперь император знает что там есть халявная нычка халявный без защиты имеется ввиду что она побегали гули-гули подогули гулем горгуля какая-то пошла надо сочно кого-то посылать на пытается построить вышки но не успеет и зрелищные когда люди не сливают и вышают вынести в 88 лет это такая вообще ядовитость просто хочется под стол от счастья просто посмотрите этот контроль ну 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 вот видите он язык ну господи хав не видит просто это почему этого петло это бьет просто объясните мне кто-нибудь а посмотри коня прислал коня прислал они же что происходит это сливчик это сливчик конь не справится он проклят господи там пушка нет конь должен убить гули вообще сумасшедшие гулянин контроль были но даже гулю отвел что коня это не спасет но ну да ты увидел момент да но это не спасет хошкам потому что третью базу ему ахова подожди такой хэпичевский уже смотри рабочих убивает я не понял как такое произошло но произошло вертол сейчас панда уже несколько другая ты пропустил пару патчей она теперь у меня теперь есть ограничение на наносимый урон что такое что случилось опустил пару патчей ну да ой баньши вот взявнул смотри и минус минус сразу две штучки но хавку нужно переходить более к более активным действиям 3 0 у больших 3 ума ума мальки 3 0 3 0 реально так они бахают мк сейчас может отлететь что делать что по моему хавчу даст бой сейчас мк умрет не отдай только не отдай кого не отдай того не отдай опасно было уже 3 койл так он разрывает мартиру но мартирах ума смортирах что-то есть конечно такое безумное топ аналитика двух фаркрафтеров один действует не погоди я не согласятся не действующим действующие это я не действующий четыре базы у хэппи это приехали как говорит на юма хавка есть небольшой запас по золоту 80 небольшим плюсом он построить может но как только у хапача еще достроиться четвертая база внизу это будет конец очень сильная сплэш есть как думаешь того не должен быть конечно конечно посмотри как мартиры ой как мартиры как мартира бах минус баньша бах по хендам такой урон от мартир и как хэппи их и мистер рейфует просто просто посмотри как но есть минусу мартир да это 360 хитов почти как арча гг 21 пользу императора а какой кстати следующий турнир на 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 каком ты будешь играть в четверг и участвуйте в мистер стресс на гудеями 2 на 2 а кстати там же реальный турнир и просить вот это не имеешь отношения к этому руси cyber games я просто думал если я выехаю путевку там это мы смогу поехать или нет а я не знаю каком ты говоришь турнире он собер геймс во владивостоке по моему а рцг конечно рцг участвуй первая квалификация будет во первых там все оплачивается то есть оплачивается перелет опрачивается проживание это сейчас всех открытых игроков да 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 там будет две квалификации открытые для азиатов 2 открытые для не азиатов то есть там в любом случае будет два китайца два корица на финале и два человека от снг-шного региона причем люди которые получают квот они гарантированно попал ну в призах то есть если ты пройдешь эту онлайновую квалификацию то ты ну там в любом случае будет ну как минимум 17 к но там еще увеличится призовую фон скажу по секрету еще раз и человека на лампу 421 китаец один корейцы 222 с снг или как ну приблизительно тогда евро квалификации 2 и азиатских квалификации тоже 2 одному человеку получается очень интересно как оно случится добираться думаю я поеду туда кстати уже билеты взяли так что будем на месте пообщаемся если пройдешь и там интервью шички культурная программа добудись выгодь а потом уже чатиком решать что лететь очень далеко но это не должно останавливать никого на самом деле я в общем я всякие поездки такие надо встряхивать да 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 для меня это тоже такой я на этом месяце в этом месяце еще поеду в челябинск покомментировать второй starcraft не потому что там денег платят за закомментируем там платят но но условно нет нет меня платят по поездку проживания и дадут там 10 кажется тысяч рублей за работу если правильно помню но как раз главной мотивацией было съездить в город в котором там моя бабушка жила это было в детстве когда совсем щеглом было и для того чтобы как раз стряхнуться потому что сидеть за компом это немножко до долго тяжело так все последнего возможно возможно нет да челябинск правду говорят что грязный город ну да да это этот как вот там как никер по моему с оттуда или нет челябинске было было пара игроков блин ну печать подскажет я боюсь боюсь ошибиться по моему с челябинска не помню ладно не отвлекаемся никер из перми из перми да напидаем на пивом за пьема скажу на начал там видосики выкидывать какие-то интересные сливка из магнитогорска дулин и михалыч спешил кей говорит но они запросов катали это револьвер нет не челябинск револьвер из питера кажется миша ты не у ноги уже сейчас прям для чего да чтобы не вставать так идет архимах очень хэппи не повезло скелеты были очень далекие это хавку сыграет плюс такой микро момент очень интимный он хэппис халявил что отманил тролля и хав час бежит бежит не бежит еще два дни на ребята 21 вы и вот хэппи двое клеточка выпала убежит искать так ну стрелки нет подбежит куда-то другое место или нет так очень важно миш не спи не засыпать я внимательно слушаю тебя и за игрой смотрю тоже тыкаю все в порядке у меня здесь дескнайт бежит руб интересно будет да наверно ну да там будет одновременно и по первому старику по ремастерду это уже второй турнир серии вот по деталям не знаю но скорее всего да там там мистер light организатор с нашей стороны поэтому там все будет хорошо добивает второй уровень получает там дк в определенный момент как кажется был доступен для окружения но это так на дилетантский взгляд потому что в такие моменты хопать что же на стрёме следить внимательно мистер light в руссбрейн будет в этом году еще или что-нибудь какая-то 0 и и есть от него турнир до rcg russian cyber games это вот как раз руссбрейн и фонд организует да 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 так интересно интересно поэтому я надеюсь ты ты поучаствуешь и квоту кота возьмешь я понимаю что конкуренция высокая но там увидим да если на поезде месяца два туда ехать зачем на поезде там же оплачивать самолет увидим этим словом но это да в этом году с этим к видам это конечно и в том году интересно сюда так идет бой до диск night смотри пошел контрнаступление очень жесткая причем таки выйти не может не спрашивает кто такой мистер light мистер light такой организатор автор map maker турниры регулярно организует на гг сапожков не хватает архмагу прикинь сейчас он бы мог догнать этого у тебя тут неважно чтобы хавка начал строить магазин просто вот это ищет момент тайминговый а вот он начинает выстроить сейчас мы или у бога все варкафт варкафт молодое поколение если бы они вложили побольше времени в рефорже было бы значительно лучше не дать надо добавлять сразу не нужно их еще рубить им да 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 если под сделать но это те люди которые делают в цитаты чемпионс сделать нормальный пинг получается для всех корейских и китайских игроков то в аккафт будет иметь колоссальную прогрессию вообще просто мало того что это положит нет из китайскую арену у них но это не точно и если будет 50 для всех это будет просто колоссальное развитие будет просто мощнейшая конкуренция плюс они уже на 6 сезон сделали около 7000 долларов призы это просто мало а была четверка да на прошлом или там побольше вода но в целом там же 2 на 2 не добавили 2 на 2 то не было да и в фа даже добавили насколько флаг эйк выиграл по моему серьезно никого с наш нет шейк по моему выиграл фа ну шейк тоже наш ладно ему можно так ну что здесь ситуация для кошка хуже чем в первой игре но лучше чем во второй наверное так можно охарактеризовать хотя архмаг не третий это это минус безусловный склад уже третий но есть дефенс это не может не радовать поэтому койл полетел ты с него не надо уже тоже делать у нее интересные но в целом было попытка окружить лича была чувствуешь он уже немножко прессует давит тут видишь сложновато о-о-о-о блин а вот это был бы был бы минус 3 порт сейчас он не знаю что много иногда не беру там посмотри только пол половина т2 до так тележку хэппи есть point вот вот как же он кайтед шикарно с телегой да он бы цикла цвет автоматом по моему вручную да так я спрашивает левиафан 111 почему графика не рефорж а ты кстати почему на рефорж графики не играешь все знают что это говно но не все левиафан левиафан видимо не знает ну да я компанию не прошел даже психанул удалила ну я расстроил в компании что он недоделана была она была с багами некоторые миссии ну неважно ну и самое главное что преемственности нет то есть ты смотришь и не понимаешь а чё в этом сражении происходит да очень что в старкафтере мастер первом они прям сделали все очень четко там тебя нет вообще никакого желания возвращаться на старую графику потому что все читается так же хорошо как и раньше не в этом дело в том что сошлось очень большое количество народу как вы видите и только пытаются там заставить чисто на турне охране то они просто игроки потом мы на ее турнир я понимаю потому что она очень тяжело играть на и форже не знаю почему игроков вроде самих не заставляли играть на рефорже нет были турниры где ты обязан играть только на таких немного видимо вот они организаторов до некоторых те кто типа от близов получали опрув там до должны были куда ты что ты как он же точно не считал вот эти вот 15 хитов посчитал я думаю очень много просто 1100 голды но подкормил вражеских героев очень же ну и хрен с ними как мы помним по и форджу ребят спасите у торга и на что для него значит айфордж а что я не смотрел это видео ну и игорь с муном когда он несколько раз выиграют его баба баба баги идут а там же две переигровки были были да это было очень жалко но это просто столько вообще просто там и призы все короче ну ему по моему помню народ классно поступил что скинулись за то что за призы да потом это была компенсация потому что он реально назначили переигровку игры где у него было серьезное преимущество получить серьезное преимущество в игре против 2 2 думаешь получить преимущество в игре против муна это прям это и большая редкость короче говоря миша что делать я не знаю надо посмотреть что у пача на стриме творится у него интернет моргает ну наконец-то машина да у неё стримов носа бывает бывает у хэпи были скачки напряжения говорит цене понимаете но это я не буду нет я не буду ну конечно сейчас отключат что будет делать назовем админа вот мы поговорили как бы 322 против муна и так же на и не хавка держивает победу ну я бы сказал что в этой игре у хавка не было серьезного короче играть приблизительно было не ну а вдруг скажут что типа вот хэпи тот побеждал 31 до свидания и стоп быстрее на стрим хавка быстрее туда идти быстрее включаю хавка камера нет у него интимный момент какой-то так мауси спасибо тебе большое за за поддержку я все получил ссори что сразу не среагировал быстрее заходи миша быстрее куда link хавку на стрим да блин я не хочу на твич не ходит вещах авка хавка искать быстро заходишь до него лица нету чего зачем он нужен час мне фон говорит вообще молчит ждет мол все идет в ожидании что-то задумал так ну ладно ждем тогда следующего матч какой-какой геймный пока не знаю не хав все четко ждет 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 а где 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 ваш нить там дискорд комната какая-то не но я хотел бы посмотреть со стороны что происходит спасибо околиты угрожают говорят что там стят и тебе и мне миша готовься мыль 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 как говорится спасибо понимаешь пошла пошла сейчас сразу появляются два фронта одни за хавка другие за хэппи да там у них сайт заходите там тоже душу машно . нет там все просто все открыто все публично никто уже не это так что происходит не пишут мари происходит хэппи че не не онлайн и мне кажется что если он не придет ближайшие там 10-15 минут или не восстановится электричество то финал либо перенесут скорее всего перенесут потому что но но потому что не было преимущества у него настолько серьезного в этой четвертой игре чтобы давать хавку тех пор герои живы нычка есть как бы сценарий непонятен а по-хорошему даже если у него было бы преимущество если он дискается то не должны защитывать ему победу даже имея преимущество если я правильно помню правил но одно не знаю как там у тебя были наверняка и такие моменты интимные на турнирах ну видишь один из них данный момент происходит прямо происходит при наших сведений так ну и что что обычно происходит такой ситуации на букву п как называется писец происходит как всегда ну а конкретней то есть дают как как кому-то пор или все-таки рематч финал 4 финал 4 все-таки возобновляется да да хоть и здесь такие интимные моменты потому что ну ну вот всегда знаешь такая позиция но всегда неудобная вот так если ты чувствовал все боль тарзана когда он играл вот как и храку там как зрителю никогда этого не поймет я считаю потому что ну ну может ты знаешь но так ты когда игрок ты как бы тут представь вот игра с мудом человек выйдет призы у него есть шанс на чемпионом да и тут как бы эти администраторы иногда это же они как бы принимают решения есть есть там это вообще отдельная тема пакета кореец который мало знает муж возможно английского пытается донести другому который знает английский но не знает корейского и да кто произошло и почему период ладно и ну это еще и случилось два раза это просто сука это вообще просто это такая вселенская боль это похуже чем mental sky миша просто это вот это вот это вот это были такие на лане вообще тут были это узнаешь я когда играл в теннис профессионально опа ты еще в теннис профессионально играл в настольный все я с тобой не буду в настольный на денежка игры в молодости когда я выхал трех взрослых ребят я выхал какой-то в вонючий диплом и то ли копейки на то время но это было все равно круто лет мне сука отжать мои призы как это силой силой хотели вот просто это тут понимаешь там сила это одно там а там бессилия тут ты сидишь думаешь ну было уже выдал вот все понимаешь вот вот все а тут подходит давайте поиграем и дважды ну как-то что-то за турнир был это сколько тебя было лет лет 12 нас настольный там к наш наш карматорский был я просто это в памяти отложилась значит какая боль была травма можно сказать детская конечно тут я просто это настолько от тяжело вообще собраться после такого это просто и все равно если ты видел тот момент тарзан муна это просто я там сидишь но тут хочется расплакаться человека и вообще и на самом деле не знаю очень круто поступили люди шутом собрали мы на призы но это чуть-чуть все равно психологически эти дисконнект это отдельная история понял мономаха конечно приходи в челябин приходи на турнир пообщаемся что что хочешь сделаем автограф фото все что угодно единственные моменты да да и стартует третья катка счет 2-1 за хэппи в этом покомментировал бы наверно или нет беда что-то мы комментировали где лишь могу и комментировать и в реале так бы как бы мне выялины на не поймут в интернете только начали привыкать ко мне ну может быть люди еще пока не готовы такое бывает лица не но на помощь совсем тебе мое комментирование кстати мне нравится я бы заскучал на самом деле с таким финалом если честно вот на тот крики стоны все отлично много моментов опять же интимных вот поймали в это сука по сейчас ополченцы у него ступят фатмен минус а зрители там нельзя голосовалку запилить хорошо ли плохо я просто пытаюсь развиваться понимаешь ну слушай я думаю что в стандартной голосовалке хорошо плохо и я упырь да ты наберешь 55 процентов хорошо за хорошо нет упыри это зрители кто идентифицирует себя сейчас запилим голосовалка будет скорее всего 30 процентов упырей 50 процентов хорошо и оставшиеся сколько там получается 25 25 кто лучше сокол или sonic интимный момент у ними нет ты идешь не надо не на ту территорию ты там проиграешь вы хотя оба на со но разница при всем уважении при всем уважении сокол вне конкуренции сокол не конкуренции интимные моменты все-таки вырывается потеря футмана очень важная для хавка но кэпи в этот раз потерял 400 поинтов ребят это просто невероятно для него и скорее всего он не убьет ни одного рабочего 400 до рабочие все здоровые вещь какие а прошлый раз был кажется один какой-то там битый бита оранжевый никого не потеряет реально так все как sony коментит огонь не очень я упыри 477 я упырь голосуем вот упыри как как правило 30 процентов как было бы спрогнозировано все четко больно вот на самом деле вот как ты считаешь что кому больно недовольны люди бывают о пупов возможно случится минус первый рабочий недовольны вот бывают как ты считаешь я считаю что бывают недовольны да как говорится баба я попротив сюда есть часть естественно которые не не принимают но все вкусы разные этаж поэтаж понятно кто-то соленый огурец любит кто-то а ты какой дыня или арбуз блины те и те бывают очень классные ну вот преимущество у хавка явно и по моему дисконект немного сбил морали хэпи на самом деле я считаю потому что потеря 400 поинтов это вообще просто да и продолжает хавка прессовать мало того что нет продолжения у у хапача по по харасу добил ты видел ты видел я моё эта игра складывается лучше чем в прошлый раз прям вообще лучше один рабочий только гуфнулся архмаг 3 уже дк 2 еще и он битый идет архимаг но дефенд бы щас у хэпи 2 левел у хавка 3 да ну это очень похож на 22 а магазин достроился очень похоже очень охотно армия к атакуют хвак вперед кричит а его он дотер он дотер дотер какие-то архимаг идет не ну опасно играет архимаг потому что тоже новый словиш и до свидания как магазар единицы и а даже ютон здесь нифига себе интересно сколько на стримеров смотрят которые сегодня уже постримили там все отдыхают втыкают и сколько хотят нас на на нас что-нибудь кинуть архимаг идет идет архимаг стоит ждет рабочие собрались вокруг вышки смотри гвардовской давай давай ну ну проходит обкуем ну вот очень красиво отконтроливает хошка в обшор и так зрители уже не осталось одни стримеру кругом работать никому да да это проблема согласен у лерс тоже смотрит нифига себе ответственность повышается это кто я просто хочу если что без обид это повар он тоже стример будет никого дистрибует это просто история вот это вспомнила in in fit это и тяж у них еду сейчас на самом деле очень много стримеров заходят и и в личку начинают писать там почему кому то вообще ну особенно по фаркрафту я как бы такого гавты играют иные чё пишут разная пишут нитимных моментов бывает на заводах и так господи архимаг 3 45 лимита у хавка миша пытается лича окружить но уже все уже есть обсидианка уже хапач стабилизировал ситуацию и оставаться здесь это значит постихонечку подкармливать опытом не делать дефенс пытался добить сам не получилось пишут научи играть не научи играть научи каменчит на настрой стрим помоги с настройки вот тут все онлайн академию давай пока откроем 70 на 30 70 на 30 это что это 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 возраст или что будешь там кем ты хотел бы быть кем в академии академиком хотел бы быть в академии что же там еще делать в академии академики да так академик уже есть по моему не хватает ну ладно уборщиком тогда буду в академии там же нужен уборщик всегда завхоз футиков он видишь таких подбивающих которых это подбирать будешь добрый и злой эльф как говорится в одном я думаю что две роли лучше в тебе сочетать лучше получится вот такой не 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 сегодня день благословения как говорится простим их и помилуем идет лич вот это вот как-то мне это не нравится потому что этих мобов очень быстро убивать можно и имбо артефакты выпадают интимный момент а что из этого волка и выпадает аура да вот это вот опять какая там выпадает по моему довольно неплохой и крест по моему а зарядный 4 какого-то там камни камни хилварды а там надо чуть отходишь одни стремя и академики книга мертвых еще выпадает вот тут вот видишь у хавка вообще на главке нету пушки это просто обходишь сбоку обходишь посмотри просто главную базу хавка это я как раз да на нее смотрю но уже поздно я думаю или или еще не поздно обойти ну можно просто чуть подняться выше и все вот почему он начинает трогать этот магазин бесполезный да ты прав кстати на на мэне на мэн час было бы прийти четко под паладина под выходящего под это все начал бить пиндов окей став появился 1 но магазинчик разрушен ну вот так как слайд говорит я уже час как спать собираюсь соник меня до слез довел мишка держись я бобры не плачут все нормально у нас три и он им всех лечит так все тихонечко миша здравствуйте добрые добрые ночи уже пол первого кстати про интимные моменты да у нас только такие соль по всему на трансляции есть хотели натереть а уже не на труд придется тереть как говорится самому пол так вот видишь добил серьезного выпала выпала ему плохой артефакт выпал для хэппи самый плохой да мой плохой момент у него ловкости вообще нету по героям это шутки форту но и лично передаст ради скорости атаки скорее всего по той же логике что слиперс афагилити оставил ему ну вот все по теперь по ходу приехали скорее всего хотя он просто вот 54 лимита будет ли свиток 3 1 1 тут 3 2 2 и город васаде господи миша что делать если ваш город васаде рощи разоряют да ну да наверно ой какой тп просто сейчас кто-то по моему погибнет нет неожиданно портолетики есть впервые он не бьет петлой паладин 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 хил сделал только один и вынужден был отправиться на базу заливка классная своего боков дед и деда и этих рабочих ну 60 лимита ухавка кстати очень битые очень битые герои нет он еще все более стабильно но непонятно 58 58 хоть бы не алис останавливается не вышки держится вышки держится я думаю что стоит сейчас палыч по крайней мере дождаться пока палыч не готов там не аспирант одаривает подписками новой щеглов беляков ну там если ты зарегался только на ггш белый аккаунт у тебя сутки про показывается и белякам мы дарим подписки сразу на канал уже как можете развивайте да да мы стараемся ну тем более что есть есть что развивать и есть куда товарищей что показать видишь как нас много там боевого лимита 58 на 39 ну да боевой лимит конечно жесткий но вот сейчас возможно хэппич допускает ту же самую ошибку что и на первой карте а именно дает хавку время не не дает он закрепил только даром супа сишу базу постарада рада просто в прошлый раз помнишь он отошел и все и там на три на четыре точки и хавку спел там за получить 33 на втором на третьем уровне здесь хэппи по-другому отыгрывает согласен не успеет потому что юнитов как таковых нету чтобы убивать этих големов точки немного другие дестройер эсманы не хотелось бы сражаться пока их не отпустят потому что сплошь вертолетики магический урон явно ой минус кустав господи что там один став до 1 став вы минус конь да это больно похоже что 31 все-таки что грабень но не в этот раз не в этот глаз не конец еще надо не надо на 70 на 61 вертолеты пошли иду на таранку не диск на это надо бить вот это куда полетел до строго господи еще не потерял ничего хэппи о 1 финн 1 финт упал 67 есть быстрые падают до старые я не вижу ни одного диска вот первый дестройер упал еще минус финт смотри-ка есть шансы может 53 59 2 дистра час минус 10 лимита может быть минус 10 лимита смотри у хэппи 2 дестройеры умирают раз-два уже 50 на 50 шансы 50 на 50 а чё палочка саура я не пойму а лич телепорт шансы есть как думаешь а чё реально сова я просто тоже запутался я не понял почему у него какой-то мы не знаем и хэппи не поставил базу это очень интимный момент я считаю очень момент просто просто посмотри какой какой вообще какой момент да сейчас может быть просто 33 опять смотри ммк получит на этой точке 3 паладин к сожалению не получит потому что он дома лечится мк 3 это тоже важно да да что-то реально с этой аурой я не понял петло пищи не отпускает бегает бегать такой поднимает свой говорится разбежались да у меня сегодня онлайн немножко возрос практически 200 челиков малышка хороша да проходит диск night атакует от големов очень вот эти на этой карте важно убить вот эти точки еще синими бомбами тут выпадают бойн прикольные очень важно просто капецки капецки и паладина еще 3 8 сейчас набьет миша 3 паладин будет это 22 походу ой манайдма маном чуть не хватило мне кажется архмак был все-таки в зоне получения экспы я не обратил внимание на пары нжу вроде хватало успеет красный красную забрать но ключевое все-таки это этот 33 второе лечение 2 этот потому что с с такими героями становится значительно сложнее тех же самых финдов контролить ну и плюс становится сложнее убивать хумановских героев из-за из-за эффективного лечения ну и нюкать проще тоже героев если короче все лучше с 3 3 все лучше можно было вертолетиков починить кстати странно что хавка этого не сделал а куда он выходит вот хавку зачем сейчас лезть и не знаю тоже не ну наверно он не увидит что 3 3 ну опять же да и он видишь тоже пошел назад вот а мог красную сейчас задачать куда вертолеты не лезьте там телепорта нету такие может быть он поэтому блин позиция хреновая для коней все заливается все под новый конь первый падает четвертый пит лорд вертолет убивают дестройеров но по земле хавк может не выстоять минус финт койл мимо неужели он реально 22 сделает а лимита у нее чуть-чуть побольше экзальтированный экзальтированный экзальт не знаю что-то знакомые до боли слова сейчас подскажут товарищи экзальт или то ли то нет это не бродяга это ушки тонны у меня по нет 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 это не так улей ну по-моему это господин ну 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 и двуга есть превозносимый он кажется может умереть надо ставить палыча видимо сейчас передали бутылку палыч мк надо снова лечить ману пропивать дк очень битый очень битый 55 62 по моему хавк собрался господи как он у него кони 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 очень очень биты здесь можно попробовать молоточек кому-нибудь зарядить в лича например койл телепорта нет лич 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 минус лишь классно было до леча выкупает лич затаренный плюс 22 урона там конь наверху красный а где мк мк стафанули надо архимагом делать tb ой надо надо да сделал еще минус конь очень много хавк на ресториал очень много как думаешь отобьется здесь дальше не ну 61 52 должен брать по идее а то народ не дождется и как говорится как говорится так говорится короче одним словом экзальтация повышенное настроение с оттенком неестественной восторженности о это кстати это кстати очень хорошо описывает твой стиль комментирования экзальтированное комментирование у тебя естественная восторженности неестественная восторженность но местами дано как но нет она естественная да не подходит местами тоже бывает ну переборжить иногда ну 7 вперед кричат вперед мк сразу получает смотри получает лечение кони влетают финдов мк под фокусом диким палыч пытается его подспасти на мк снова получает надо его ставить 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 не успевает аркмаг не нашел путь маутон кингу заливка дикой опять идет не хопач конечно жесткий аркмагу надо было блин подойти к лесу но и решил что как бы ему короче обойти всю армию понизу как бы ну молодец вот этот интимный момент и решил эту катку и да похоже похоже она безымки тут особенно против 55 и минус все вертолеты все поплыл в час точно поплыл пытается вписаться но вписывается паладином который сейчас просто уйдет 1 прокаста 1 став великолепный да так сражается красава хашка нова 3 нова 3 и все хав говорит устал до 11 часов стримит но дик блин а зачем 11 часов стримить если у тебя турнир на какой 100 баксов можно было сейчас отжать 100 баксов так на голой кони битые больные сейчас ловят нову куда-нибудь в кучу и зальются зальются этим где нова то вот она вещь как сразу похорошела пошла база у хэпи да все экспанда у хамка нет но он бился он бился очень хорошо было так близко вообще очень близко оба смотри тут вертолетик остался где-то ладно пора прощаться уже потихонечку под под занавес умирающих коней с очень хорошо что ты изъявил желание покомментить потому что финал стал значительно веселее сейчас кто-нибудь из добрых людей скинет ссылочку в губерском чатике на твой канал потому что местами он незаслуженно обходится вниманием вот но будем за тебя будем болеть когда-то с секс лордом будешь играть в четверг или пятницу у тебя там первые матчи 13 это четверг да вот поэтому если тебя там нужны какие-то идеи папа по поводу вот поэтому все как говорится должно быть от души понял хорошо ну еще раз я спасибо тебе большое sonic за компанию отлично получилось хорошего вечера спокойной ночи всем пока пока пока